привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и смотрите партию в пятую циву пятую циву в чатике мне по предлагали тут цивилизации я решил взять англию из тех что мы предлагали пошли реально по-моему за англию но очень давно не играл очень давно запись включил запись включил ну традиционно меня спрашивают где запись прошлого стрима сейчас у вас так уже я делаю что сам стрим именно стрим не сохраняется но я делаю запись и если партия интересная и зрители стрима говорят что надо ее выкладывать то потом я вот именно запись как бы монтируя проще что тут могут сейчас люди ливнуть и собственно ничего интересного смотреть не будет что так но выглядит так что тут надо оставаться многовато джунглей честно говоря но и остальных клеток неплохо поставим а подождите какой-то у нас лак такой вроде pink нормальный вроде pink нормальный так всем привет в чатике михаил тринчер здорово алексей тимохин ну вот сергей мороза спрашивал запись по переднюю к стриму не будет ну во первых выложено буквально ну вот уже чувак ливнул посмотрим сколько сколько ливнет дальше чут река не рядом с лондоном ну да ладно так я дерн здорово максим галота здорово лондон из the capital of great britain так и е я каши может быть стоило на этот холм встать я вот сейчас думаю ну типа чтобы и петра было и город на холме я не вижу чтобы я уходил и себя сюда шел что я ушел бы от чего-то важного так вот выглядит уже место под город да но пока как-то ресурсов маловато и много джунглей джунглей джунгли по моему самая худшая территория которая может быть да она дает науку если универ построить но до этого момента просто занимает место и в отличие от шестой цивилизации джунгли во первых вырубаются дольше чем лес во вторых ничего не дают после вырубки хорошим колосса да но этот великий маяк я вообще не понимаю зачем строить при игре за англию каждый раз меня это удивляет что англичане это делают потому что у тебя сразу у тебя есть заранее все бонусы которые дает великий маяк прошу он увеличит еще но зачем если у тебя есть эти бонусы зачем тебе строить тогда его колосс да колосс можно заражить это хорошее чудо для любой блин зензибар не увидел первым я наверно должен был первым встретить а подожди он на холме к сожалению не даст не даст дань у нас соль к какая-то 10 человек походил уже что думаю объявлять ему войну или нет культуру дали а кстати что в соперниках я вам не показал польша вавилон иракезы египет зулусы все народ сам выбирал так ну традиция тут выглядит как и выглядит что я отделен от всех горами вот так и на побережье в развитии играем снова ирокезы снова за горами чтобы больше ходов было за да еще больше ходов да еще больше 55 золото блин еще и олени не в радиусе столицы есть пантеон я думаю пантеон на цитрусовые бананы и пшеницу брать ну то есть который дает дополнительно еду цитрусовым бананом и пшеницу гроссман спасибо за 1000 рублей вот набрали в пятницу 150 баксов сегодня стримлю если сегодня еще так же получится во вторник еще буду найду время и возможности постримить на пятую циву почаще думаю идти мне сюда дальше не идти ну исследовать то надо просто копье медленно это делает блин если сюда ставлю город то четвертый ну как когда-то дотянется наверно до этого хлопка так теперь давайте майнинг вообще место не скажу что прям огонь даже не скажу что хорошим его можно назвать такое медленноватое вот это круто выглядит так что куда-то сюда будем скорее город ставить видите тут мрамор есть пшеничка а нафига он эту еду если сюда три хода видите на ход быстрее рабочего пока даже не видать где нормально города поставить еще раз синхрон видите плюс два дополнительно у Англии даже круче чем от великого маяка бонус ну и смысл в этот великий маяк идти рашить его и строить да тут с городом в этом месте надо будет как-то подумать надо 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 как там думай 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 Сергей Морозов еще два баксика дякую за два баксика а сколько это в гривнах так сейчас надо добавить это мы ручками добавляем так ну предварительно где-то здесь наверное ну сейчас посмотреть что там еще за ресурсы так ханой тоже на холме я еще первый кстати по армии нет второй ни у кого мы дань не возьмем к сожалению так ну пошли наверное ирокеза найдем обсмотрим ну я не думаю что нам стоит бояться нападения ирокеза судя по территории вот если египет где-то рядом будет я бы боялся еще апнули рабочий так ну наверное светилище имеет смысл ирокеза урокеза скорее всего соляной старт ведь он взял ну потому что я вижу что тут соль у меня то есть он где-то рядом у него тоже соль алексей спасибо еще за 10 долларов блин ну светилище светилище так боюсь ладно не должен посмотрим блин может захватить какие-то рабочего между прочим дальше наверное давайте железо откроем я бы тут уже блин отвлекся не я-то сейчас первый по армии но когда город на холме то одного копья не хватит чтобы с него дань взять поэтому неважно первый я не первый по армии даже если первый по армии то одним копьем дань можно взять только если город не на холме находится поэтому неважно такой я сейчас по армии вот у праги можно было бы взять но тут я лучником подошел так еще десяточка дякую великий да одинокий хлопок бавовна на острове и тут никак даже не поставить город нормально чтобы до нее дотянуться то есть либо в четвертом либо в пятом радиусе будем еще вот так гляну на всякий случай о видите рыбка тут видна блин походу надо ставить где этот лагерь тогда правда до пшеницы не дотягиваюсь блин вот тут что-то надо решать потому что видите трюфеля и мрамор но чтобы и до того и до того дотянуться надо только на месте лагеря получается так пойдем-ка пьем уже домой тут надо хотя вот эти пара уже скорее всего будут к ггшке приставать кто-то нашел эльдорадо чувак пишет ну конечно ресурс важнее чем пшеница я просто думаю сам по себе город насколько будет хорошо развиваться а он говорит что скорее всего Польша нашла эльдорадо который чувак ливнул так амбар не так наверное сеттлера уже амбар не действует на цитрусы ну то есть собственно говоря у меня здесь из амбарников только банан у столицы в третьем радиусе так что нету смысла особо да ну и пантеон я наверное все таки хочу на еще можно подумать про рыбацкие лодки но мне кажется маловато то есть у меня два у столицы здесь не будет вообще рыбацкой лодки здесь может быть еще две рыбы так железо железом у нас завались так взяли там кто-то пантеон на драгоценности и жемчуг зулусы аэрокезы на соль и прочее так ну наверное календарь теперь ну я железо открывал не для того чтобы железо увидеть а для того чтобы джунгли вырубать у меня видите у меня ресурсы роскоши на джунглях блин не успел походить да слушайте нам надо наверное надо отложить кстати поселенцев просто потому что я не успею до этого лагеря не только не просто его убить дойти до него не успею ладно давайте амбар пока но он нам нужен хотя бы для того чтобы караваны пускать давайте смотреть насколько соляной старт у иракеза сейчас бы альдорадо найти но он ливнул на первый ход прямо так что очевидно что он не тогда когда нашел альдорадо хорошие места в принципе но мне это надо на на воде ставить видите шесть ходов только дойти до лагеря а у меня пять ходов уже был бы поселенец готов урмус ой блин забыл для народа выложить видео про хьюманкайн сейчас подождите опубликую для спонсоров то оно уже было опубликовано только сейчас вспомнил все идите идите смотреть видео что не так с хьюманкайн ну потом когда стрим посмотрите блин это чмо меня преследует варвар какой-то этот сталкер по суше сильнее ну кстати вот сюда куда-то да интересно либо сюда либо сюда я уже дострою амбар сейчас мы подумаем пока постою в принципе ирокезу не дать да где-то тут поставить давайте в эту сторону еще обсмотрим почему лагерь нельзя было лучников потому что лучник слабенький вообще в пятой циви в принципе одним юнитом тяжело лагеря захватывать в отличие от шестой в пятой точно нужно два юнита потому что обычно особенно стреляющим хреново потому что ты стреляешь стреляешь убиваешь юнит а там сразу появляется следующий ты захватить не муж лагерь никак так так в общем думать надо тут что думаете куда все-таки город сюда вид ну то есть понятно что здесь я когда-нибудь поставлю но вот здесь я тоже думаю имело бы смысл просто сейчас вести или кажется тут займет иначе ирокез а так место то хорошее на реке под горой сахар и и соль у тебя будет я просто думаю ну все пока мы думали ну логично место хорошее для него то что я тут вижу конечно все остальное фигня просто он поставил еще так дебильный на переда сахар он не дотягивается так я уже точно сейчас сюда по пойду ставить город сначала вот это любители великих библиотек то вот этот чувак построил кстати надо как-то выпку наверное немножко уменьшить наверное и как-то вот так поставить зулус спер рабочего у праги жалко я я думал спереть ну не то чтобы у него соляной старт кстати просто одна соль в принципе приятно тоже не сказать что прям огонь до но как раз вырублю джунгли здесь к моменту появления посела чтобы выйти все ирокезы за горами это враги да кстати не играет ли он через волю вау а не может ли это быть тот же чувак ну да осенинка именно легко выносится вопрос только доживем ли мы до ёманов так четыре хода давайте пока лучника игра говоришь вот тут лучше бы ставил ну кстати я скорее всего вот сюда буду третий город ставить вот это место выглядит лучше всего ну просто чтобы до сахара дотянуться мы я не уверен по поводу пантеона маловато как бы ну три апельсина у меня будет да и и еще тут то есть на четыре клетки этот пантеон будет действовать но и смысл и он кстати строил опять же город они с воли бесплатного поселенца взял опять же трата производства да тут хороший город я ничего несколько так мы туда поставим что душу мы не поставим все город что ли поставим все будет все как мы любим будет так тут пока постоим ну вот видите у него тут хороший город но он решил чтобы меня ограничить сначала осенинку поставить надо отходить лучником ну что давайте наверно начнем уже сразу поселенцы я единственное когда селин закроется переключусь на рыбацкую лодку чтобы еще жемчуг я бы быстрых три города сделал в смысле уроке за четвертым радиусом у меня третьим как ты думаешь ирокес не может его выкупить а я могу так и смысл нам спешить с сахаром атакую главное чтобы тут не прискакал какой-нибудь зулус мне поселенца захватить культуру с джунглей ну понимаешь вот эти джунгли надо вырубать рядом с рекой то есть тут джунгли как таковых не очень даже не знаю может культуру с плантаций просто взять я больше ничего не вижу такого ну еще производство с рыбацких лодок но опять же рыбацких лодок 4 штуки то есть вот либо еду еду с бананов апельсинов и пшениц но это 4 до 4 ресурса обрабатываются производство с рыбацких лодок тоже 4 ресурса и культура с плантацией ну и плантаций тут не так уж и много как то блин даже не знаю даже не знаю короче так тут я хотел переключиться сначала на рыбацкую лодку хотя 8 счастья давайте наверное давайте наверное сеттлера все таки уже поставим сразу тут город меня скорее волнует чтоб занези бар хотя у него тоже это четвертый радиус не выкупит он тут ничего а подождите 4 хода еще надо будет тут ферму тогда пока делать не могу я еще обработать мраор еще не открыл блин я боюсь что тут где-то зулус рядом ну кстати по поводу забрать прагу четвертым тоже можно подумать так выглядит вроде неплохим городом надо подумать ну скажем так просмотры 3 балдрус гейта не ахти прямо скажем я подумаю по поводу ну а видите где зулус ставит меня конечно зулус больше беспокоит чем ирокез ни хрена себе то есть он третий город здесь поставил ну мне кажется он на нас нападать будет раз он на нас нападать будет то берем все таки производство от рыбацких лодок и здесь надо будет в метко луки идти ну по другому ну не объяснить вот эти города то есть это их бессмысленно ставить если ты не собираешься англичанина то есть если бы я играл за ирокеза то я бы их так ставил чтобы ну то есть вы понимаете у него тут место то хорошее есть тем более он через волю и Так, пошли. Надеюсь, Прага уже сделала себе рабочего нового. Наказывай Ракеза, главное, чтобы он не тимился с Зулусом. Ну, странно было бы, что у них своих соседей нет. Ну, посмотрим. Ну, как наказывай? В данном случае мы сейчас должны терпеть. Если он сейчас на нас нападет, это мы будем... То есть мы не можем сейчас на него напасть, потому что он волевик, а мы традиционники. Видите, у него производства больше. Но армия пока норм. То есть я не вижу, чтобы у него там что-то накапливалось. О! Так, а давайте мы не будем с Прагой мириться, наверное. Выглядит как неплохой город для захвата, да, четвертым? Мне нравится. Так что пока не будем мириться. Блин. Вот знаете, проблема Англии, да, типа, во что идти? В длиннолуке, либо во фрегаты. Если не будет на нас нападать Ракез вот сейчас, рано, то я бы шел... Ну как он, не фрегаты, а линейные корабли, да, они называются у Англии. Я бы шел в линейные корабли, чтобы, во-первых, Прагу взять с моря, ну это очевидно, что легче. А во-вторых, просто столицу Иракезов. И вон, столица на море. Очень я сомневаюсь, что будет место под город, но мы построим тревему, посмотрим, да. В любом случае нужны морские караваны, а до морских караванов нам надо тревем. Он выкупает клетки. Откуда у него деньги, интересно? Он не первый по армии. Строит пирамиды. То есть пока он нападать не собирается, но как минимум сначала пирамиды строит. Но нам, чтобы быть уверенным в себе, надо в Медколуки выйти, конечно же. Так вообще, в принципе, ну, не считая того, что мы тут думали город поставить. Это он этот лагерь убил. Поэтому с Занзибаром. В принципе, мы как бы не спорим за территорию с Иракезом. То есть не скажу, что он мне как-то подгадил, поставив свои города. Но меня волнует, что он напасть на меня может. Ну да, хочет забрать меня до того, как я выйду в линейке. Ну и либо в Длиннолуке. Я сейчас веду скаута. Я хочу здесь его где-то поставить и следить за Иракезом. Куда-нибудь вот сюда, на этот холм поставить его. Так, теперь, наверное, начнем караванчики делать. Этот лагерь мог, конечно, наделать трилем, но я их не видел визуально. Так что я думаю, что они есть. Может, пока библиотеку откроем. Пока не видать, что Иракез прям... Ну, никто в Меткалуке не вышел. Ну, я имею в виду, ни Зулус, ни Иракез. Ни Вавилон. Не, нету, видите. Ну, выглядит, как остров одиночный. Ну, тут бессмысленно ставить город. Пока скоплений юнитов не видать. Я второй по армии. Ну, пока норм. Пока не страшно. Но булки не расслабляем. Не расслабляем, сидим в напряжении. В пятой Циви немножко булочку расслабил, и все. Тебя съели. Ну, тут вряд ли... Вот еще, да, лагерь варваров. Тут может Трирему фигачить. Но он будет... Пока он через Хану и Занзибар ко мне приедет разграбить караван, она должна умереть. Здесь тоже, если только... Ну, вот лагерь, да. Ну, вот, кстати... Кстати, скорее, надо Трирему сюда. Вот с этой стороны она может добраться до Йорка. Так что надо туда Трирему вернуть. А тут, в принципе, не должно быть варваров. Мазолей в Геликарнасе Вавилон построил. У него минус 6. И армия... И армия, ну, даже не вторая. Это, конечно, проблема игры через волю. Отсутствие бабла. Блин, рабочие нужны. Какого раба забрать? Какого раба? У Занзибара... Я уже... Ну, то есть я не хочу портить отношения с ГГшками. В всяком случае, пока. Ну, вот так тут можно стоять. Следить. Он пока не может эту клетку выкупить. Но если он выкупит, то, ну, блин, у него денег нету. У него есть деньги на выкуп клетки? Но это все деньги, которые у него есть. Только что он лагерь какой-то. Видели? Я сорел 62 было. Стало 78. То есть плюс 16, то он лагерь какой-то забрал. Наверное, этот. А, нового врага. Ну, понимаешь, что дело в том, что как только я буду подходить... Хотя вот этим можно попробовать. Потому что это бывший скаут. Как только буду подходить к границам Праги, из-за того, что у нас объявлена война, она будет прятать... Юнит. То есть это надо вот сюда, наверное, идти. Вот сюда встать на холм. И тогда, возможно, мы сможем забрать. Так, здесь, наверное, вот этот лес пора вырубать. Ну и делать здесь рудник. Выкупил. Он выкупил эти бананы. Притом, что я-то их выкупить не могу. То есть они мне не особо нужны. А ему нужны. Почему-то. Так, может еще сначала оптику открыть. Ну, потому что у меня тут оптик... Ну, маяк тут мне нужен. Не великий маяк, а просто маяк. Тут главное не проспать... Что я оптику открываю? Он открывает меткалуков. Ну, кто-то открыл меткалуки, между прочим. Кто-то меткалуки открыл. Ирокезы уже религию основали. Вообще, как-то быстро. 47-й ход у него... У него только два ресурса... Ну, хорошо. Раз, два, три. Три ресурса. Четыре, ладно, четыре. Плюс четыре в ход. Плюс пять, предположим, со светилища. 47-й ход. Ну, могло, конечно, быть. Могло. Так, вот тут стоим. То есть, как только у Праги появится рабочий, он сюда пойдет. И тут мы его захватим. Вот такая идея. Так, пожалуй, дальше не пойду. Так, чудо... Нет, наверное, давайте на рост. Я что-то не думаю, что я какие-то сейчас чудеса буду строить. Я точно не буду в Великий Маяк. Пока. Пока. В Найтингеме и Лондоне я буду обычный маяк. В Йорке маяк не нужен. Но здесь есть мрамор. Поэтому, возможно, Великий Маяк я в Йорке построю. Блин, каков шанс? Так, ладно, давайте не будем проверять. Один ход ждем. Еще амбар не достроен, не можем отправить. Так, а вот эта тварь сейчас прямой наводкой к моему мрамору попрется. Сто процентов. И проверяем постоянно армию. Все еще второй... Пирокес последний по армии. Ну, то есть денег у него на ап в Метколуке точно нету. То есть ему надо строить, если он хочет. Поэтому у нас есть время... Есть время пооткрывать оптику. У меня-то есть деньги на ап, например, моих лучников? У него трюфели в четвертом радиусе. Да, я хотел спросить, какой шанс, что сейчас с четвертого радиуса трюфеля. Но дело в том, что они могут присоединиться, на самом деле. Тут не угадаешь. Вот в отличие от шестой цивы, где, знаете, сначала все по второму радиусу, потом по третьему. В четвертый может четвертый радиус прям присоединиться чуть ли не сразу. Реально такое может быть. И лучше не проверять, мне кажется. То мы останемся без ресурса роскоши и будем общаться с литовским философом. С ососом Бибой вот этим. Вам оно надо, мне нет. Да, в пятерке тут прям в четвертом радиусе... Ну, не выкупают, присоединяют. Но, тем не менее. Так, после этого будем маяк делать. Не, в принципе, мне нравится, как у меня все. Кроме, если не считать угрозы, вот иракеза, конечно. Вот надо решить, все-таки мы идем в длиннолуки или в линейки. Длиннолуки быстрее, но и с ними возни будет больше. Потому что нам надо будет эти города захватывать, потом к столице идти. Я вижу, что раб вышел, нам надо было копье убить. Тут я просто боюсь, что если я захвачу еще сейчас раба, то у меня минус лук будет. Чего очень бы не хотелось. Интересно, он пошел куда-то. Так, давайте, наверное, против дальнобойных атак. Как-то вот так. То есть ему теперь сбежать только сюда. Просто здесь метка лук, понимаете. Минус 14 у чувака. То есть у него науки все, нету. Ну и значит, что он... И он последний по армии. Я хотел сказать, что он, наверное, какой-то юнит построил. Ни хрена. Прикол. Так, маяк. Подождем два хода. Мне надо именно в столицу отправлять караваны, я считаю. Блин, давайте, знаете что, копьем попробуем. Он может отступить только сюда или сюда. Другое дело, что он сейчас может метка луком защитить этого раба. То есть, в принципе, я дотягиваюсь копьем. И метка лук меня точно не убьют. А вот защитит? Нет. Он на месте остался. Вау. Прикол. То есть я даже могу вот так сделать. Нормально. Так, можно сюда не идти. Мы этим рабом будем обрабатывать трюфеля. А тогда пошли, наверное, железо обработаем. Так, тут два хода ждем. Рудник. Маяк. Так, мне надо 110 монет оставить, чтобы апнуть в метка луки. Значит, 75 монет можно тратить. Тогда я бы, наверное, купил вот эту клеточку. Потому что мы следующим ходом растем. А у меня больше производственных клеток нету. Пускай на нее растет. И мы будем ее обрабатывать. Ну, здесь он расселился, чтобы меня подселить. Ну, в принципе, тут места-то хорошие. Хорошие, да? Но действительно широко. То есть он должен так расселяться, исходя из того, что на него будут нападать. Или что он будет. Ну, я бы так вселился, если бы я вот планировал на Англию нападать. И это логично в начале игры. Пока Англия не вышла в линейке или в длиннолуке. Но он это не делает. Тогда вопрос, конечно, зачем он так поселился. Потому что, очевидно, ему очень тяжело будет удерживать эти города, когда придут длиннолуке. Ну, то есть зачем тогда? Зачем? Так, напоминаю, что у нас пантеон на рыбацкие лодки. Пришлось из-за ирокеза взять, чтобы больше производства было. Так, пока еще стоим. Ждем один ход. В принципе, наверное, сейчас в колосс надо будет пойти. Что, вы уже сбегали, посмотрели? Профиль ирокеза? Редко через волю. А потому что муторно через волю играть. Кстати, по-моему, какой-то стрим я как раз за ирокеза играл. Я решил через волю. Блин, столько микроконтроля. Просто скучно. Ну, вот честно. Сидишь, микроконтролишь. Это куча городов этих. Наверное, определенный... Так, тут вопрос. Наверное, все-таки маяк давайте сначала в Нотингеме. Это определенный склад характера, мне кажется, должен быть, чтобы через волю играть. Так, наверное, рыбацкую лодку тоже сначала здесь мы сюда включаемся пока. А, у меня охоты нет. Ну, тогда вырубим пока этот. Так, слушайте, охоту надо открыть побыстрее. Опять же, с метколуками можем не торопиться, пока у нас ирокез на послед... О, уже я на последнем месте. Ну, разница в 8000. Блин, или давайте откроем метколуки, блин. Блин, блин, блин. Ладно, давайте откроем, чтобы я уже был спокоен. И парочку еще построим. Так, а что мы тут в Йорке после библиотеки будем делать? Как бы, в принципе, ничего. Давайте рыбацкую лодку, но не для Йорка, потому что там с ней некуда, а вот для Нотингема. Не, волевики вполне. Просто, понимаете, это требует больше... Ну, больше знаний, больше управления. В принципе, в моем понимании, игра через волю, если человек реально умеет, то она, ну, должна традицию обыгрывать. Так, ну, подождем тут один ход. Пятый, он нормально. Ну, вот видите, он уже что-то строит. Минус 17, он строит. Строит армию. Пошла Жаришка. Строит армию. Ну, я уже тоже в Метколуках, да? И он пока построит, пока приведет сюда. Чтобы эти города медленно что-либо строят. Так, охоту. Потом идем в Колосс, я думаю. Но он имел уже минус, не строя юниты. У нас было, в каком-то стриме тоже чувак сидел через волю и потом ливнул, просто сказал, что я ирелевантен. Мы потом пошли посмотреть, он во всех городах водяные мельницы через волю построил. А водяные мельницы это два золота на содержание. Просто, блин, зачем? У тебя города маленькие. Зачем тебе водяная мельница? Два золота на содержание, рассинхрон. И он сидел там у него... Он последний тоже был через волю. Я не помню, да, Карфаген, по-моему, это был. Действительно. Он не ставил города на побережье. То есть способность Карфагена не использовал. И водяные мельницы во всех построил. Просто вау. Может, это тот же чувак? Ну... Ну, он какую-то армию-то строит. Видите, он уже опять не последний. Он что-то строит. Он реально юниты строит. Блин, я бы еще рабочего... Для Ноттингема. Или этого пока туда отправлю. Сахарок бы тут еще обработать. Ну, у меня сейчас будет плюс 4 от трюфелей. И сахар еще. Не, ну, со счастьем вроде у меня норм все. Я все еще второй по армии. Да, еще писал, что с 12-го года играет точно. Ему говорят, что ты что-то неправильно делаешь. Он говорит, что я с 12-го года в эту игру играю. Все знаю. Я даже, играя через традицию, очень редко решаю эти... Водяную мельницу строить. Потому что она дает, сколько там, 2 еды, 1 производство, а потребляет 2 золота содержания. Ну, то есть, это прям вот, ну, 2 еды, 1 производство. За это ты платишь 2 золота. Ни одно, ни один, по-моему, ни одно строение больше. Даже не знаю, какое следующее строение потребляет больше, чем 2 золота. Ну, больше одного золота. Чтобы хотя бы 2 золота тратилось на его содержание. Я вообще не уверен. А, вот, мастерская. Мастерская 2 золота. И это только в средневековье. Прикиньте, в античности, в древнем мире построить какое-то здание, которое 2 золота потребляет. Ну, это же трындец. Ладно, давайте композиты понаделаем немножко. Чтобы чувствовать себя уверенно. Ну, это, кстати, не он выкупил. Это города автоматом выкупили, чтобы вы не думали. Что он тут хотел моего... Скаута поймать. Что это делать? Скаут. Да. У него 4 города или 5 5 уже городов И он кстати не торгует солью Ни с кем Да, последний по счастью 3 соли, ни с кем не торгует Последний по счастью Ну, пока все вроде нормально Для меня Занзибарь и олень Ну так он купается Это купание занзибарского оленя Потом будет у нас Этот, как его Ну художник нарисует Картину такую Убьем ему Минус 17 Все города на реке Походу тот же чел Минус 18 Но тут хотя бы Тот сидел без армии Тут хотя бы видно, что у него точно армия какая-то есть То есть Тоже в районе такого же количества, как у меня А я трачу на армию Считайте 9 золота Так что Там вообще даже без армии у него просто проблемы были Так, сколько нам осталось? Два хода до колосса Ну да, здесь, наверное, цирк Чем цирк круче, чем арена Тем, что он не требует содержания А дает те же Два Счастья С другой стороны Постройка арены ведет к постройке циркуса максимуса Да, мы иду Я поэтому и не мирюсь с Прагой Что у нас план ее забрать Вот только вопрос Ну вот сейчас ее метко луками атаковать очень тяжело Я просто думаю, что ее надо все-таки будет линейками забирать Вот это вот, вот эти лиса, вы же понимаете, что надо вплотную просто к ней становиться будет Чтобы ее атаковать Просто невозможно к ней нормально подойти Можно Давайте вот эту Китов разграбим Это все-таки денежка всегда 8 8 монеток, чем плохо Кстати Ну вроде никто не вышел В колосс Так, после колосса Наверное, пойдем пока В рынок Потом В философию К этому моменту, наверное, в Натингеме Библиотека должна была Должна будет быть Должна будет Нет Должна быть построена Должна будет Ну Пока я второй по армии Меня все Я думаю, как эти первые по армии Скорее всего Этот Польша, который чувак ливнул Компьютер обычно любит Строить юниты Первые по еде Первые по населению Отстаю от иракеза всего на одно производство При том, что он волевик И пять городов уже наставил Нет Нет ни картан Нету официального русификатора Для пятой цивы Все играют на английском Так, ну теперь я попробую Великий Хотя, подожди Нафига Ну, блин Нафига реально Великий маяк Реально Нафига Это лучше рабочего еще Быстрее обработаем клетки Быстрее будет больше выхлопа Минус 17 У него науки вообще не должно быть Это у меня 28 Но это потому, что У меня библиотеки построены То есть у меня сама библиотека В Йорке и Лондоне дает Я забыл Там каждый второй житель дополнительно Да То есть, грубо говоря Пять и два Семь науки, да Вряд ли он библиотеки построил Потому что у него города маленькие То есть у него науки Сам Вот конкретно его науки Должно быть в районе 20 А раз у него минус 17 То у него сейчас науки Не знаю Три вход Два вход Ну я точно буду через Эксплорейшн тут играть А не через меценатство Ну как минимум Так, уже все Ну я и не шел в религию Конечно Я, наверное, и не буду Религию основывать Религию основывать Религию основывать Надо вот эти джунгли Вырубать Чтоб клетки добавлялись В Лондон Особенно вот это Ну да Я просто думаю Что мне все-таки надо В линейке идти А не В длиннолуки Просто потому что я линейками Реально Заберу Прагу Очень быстро Ну то есть Раз он на меня сейчас Не нападает То Вот Забираю Прагу Забираю Анандагу И на этом Проблемы решаю все Он мне уже Ничего не сможет сделать Но это, конечно, риск Я иду в линейке Он идет в арбалеты Эндрю, ты Сколько раз напишешь Про меценатство А если Зулузские импи придут Ну так я и от импи могу Линейками отбиваться Ну, кстати Тут Тут скорее О, Петра То есть Теперь нам скорее Надо Зулуса бояться Чем Иракеза Правильно? Ну, потому что Смин Мин Вообще То есть Ну, что мне Что мне бояться Его арбалетов Если он в них не выйдет В принципе Иракез Построил Амбар В Гранд Ривере А как-то это А, ну да И стены То есть Ясно То есть Он же Что я на него нападу Ясно Понятно В Гранд Ривере Стены В Осенинке Стены Но они не требуют Содержания Кстати То есть Вот реально Если вам Нечего строить То стройте Значит там Стены Замок Они не требуют Содержания Вообще Ну и как бы Но в начале игры Когда ты в развитии Играешь Да И тем более Ты вот так ставишь То это конечно Странная Просто Трата производства На что С не самым адекватным То есть можно сказать Что тот кто берет Иракезов Сам Не очень адекватен Да Вы про это Так ладно Переключаемся На Зулуса Тогда Начинаем бояться Зулуса Верну Я хотел Сюда В Нессингем Юнит Привезти Но Пожалуй Надо тут Концентрировать Ой Я не знаю Сколько ХП Просто добавляют ХП Да Там даже Скорее Важнее Что они Силу Добавляют Городу Чем ХП Блин Где стены То Вот защиту Плюс Пять Имху Поважнее Немножко Ну походу Да Сто ХП У нас В игре Англия Я играю Польша Чувак Ливнул То есть За него Комп играет Вавилон Иракеза Египет Изулусы Ну Египет В игре Не особо Можно На чудеса Рассчитывать Но Колосс Я думаю Судя по тому Что Маяк Никто Не рашил Не строил Вряд ли Я не увидел В начале Кто-нибудь Смотрел Кто еще На море Ставил Города Я вижу Что иракез На море Это мы Просто Видим А вот По очкам Я не помню Ну вот По хорошему Если бы я Играл У меня Брэдфорд Был бы Вторым Городом А не Шестым Как у него Ну так Написано Плюс 50 ХП И 5 Защиты Это 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 Ты К чему Мы Интересуем Сколько Сначала Изначально ХП Базовые 200 Вот Пишут 200 Кстати А что ГГшки Хотят Адмирала Торговый Путь Фарфор Чудо Драгоценности Тебе Есть Нету Нету Минус 20 Просто Чувак Все У нее Развитие Развитие Закончилось Минус 21 Закончилось На этом Развитие 3-4 Закончили Развитие Да Кстати Хорошая Подсказка Стопнуть Рост Чтобы Вырасти С Акведуком Потому Что Тогда До Следующего На 50 На Сколько Там Акведук На 40 Процентов Меньше Еды Надо Будет Для Следующих Жителей Обрабатываю В первую Очередь Степные Клетки А не Луговые Потому Что Тут Производство Есть Дратути Вроде Не должны Меткалуг Убить Он же Не на Холме А Он Даже Не на Холме То есть Он Только Городом Может Выстрелить По Мне И Все У У У У У У У У Рабочих Рынок 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 Растем Да Было 10 Ну Это Вообще Начально Ванильная Пятая Цива Там Вообще Она И сейчас Есть Если Запустите Ванильную Циву Без Дополнений Без Гатс Кингс И Брейв Нью Ворлд Вообще Другая Игра Да И У Ракеза Письмо Даже Нет То есть У него Даже Библиотеки Не Построены То есть У него По идее Сейчас Вообще Не Должно Быть Науки Честно Говоря Минус 24 Не Должно Быть Науки Просто Не Должно Потому Что У Меня 30 Это Вместе С Библиотеками Хотя Думаю Имеет Смысл Дорогу Между Лондоном И Натингем Сделать Да Не Бралась Она Четырьмя Метколуками Блин Тут Надо Вплотную Подходить Если Она Бралась Вот Отсюда Ну Как Б Стоя Тут То Я Б Попробовал Но Да От лагеря 16 Это Конкретно От лагеря Так Вот Вопрос Какой Мне Город Растить Наверное Тингем Все Хотя Не Наверное Йорк Где Четыре Холма Вот Тут Два Холма Вот На Эти То Что Тут Холмы Есть Это Обходить И Что То Делать Плюс Тут Еще Золус Может В Жопу Ударить Хрен Его Знает Вы Подставляли Свою Жопу Золус Я бы Нет Вот Это Плоховато Честно Говоря Что Занзибар Выкупает Кстати Еще Занзибар Можно Забрать Если Что Да У Золусов Зад Бизонов Я бы Свой Зад Зад Бизонов Ну Короче Я бы С задом Бизонов Не спорил У кого Зад Крепче Практически По таймингу В нацколледж Выходим Блин Ну Против Золусов То Лучше В длин На луке Идти Правильно В общем Блин Надо Следить За Нем У меня В гражданской Службе Длин На луке Да Кто-то В теологию Вышел Ну В теологии Я думаю Это Вавилон Вряд ли Зулус Пошел В теологию У ирокеза Вообще Нет Науки Про ирокеза Можно Забыть Что-то Следить За ним А в теологии Я думаю Вавилон Вышел Вышел Подождите Даже Это Так Можно Посмотреть Кто В средневековье Вавилон Ну да И логично Что я даже Галиас Ну то есть Города на море Я в принципе Всеми Любыми морскими Юнитами Могу Уже Отбиваться Да Наверное В линейке Просто Идем Давайте Так Наверное Стоять Так Мы меньше Видим Значит Тут Будем Стоять Наверное И в Йорк Надо Уже Дорогу Провести Ладно Давайте Дороги Делать Дорога Дорога Ты Знаешь Так Много Сплавать Посмотреть Побережье У Зулуса Мне кажется Зулус Точно не на Побережье Но в принципе Сплавать Да Наверное Надо Сделать Будет Вот После Рынка В Лондоне Сейчас Сделаю Или Колизей Так У нас Одно Счастье Мне Надо Колизей Сначала Что Сейчас Вырастет Через Два Хода Счастье Закончить Там Конечно Еще Сахар Можно И Нужно Обработать Но Сахар Еще Не Скоро Обработается Прямо Скажем Не Ну Тут Тут Можно Дороги Строить Потому что Тут Расстояние Между Городами Небольшое Иногда Бывают Такие Моменты Что О Чувак Немножко Поправил Ситуацию Ну Я не знаю Он Вообще Так Так 135 Это Не Открытое 129 Это Кто-то Один Открыл 123 Два То есть Он Все-таки Рынки Открыл Каким-то Образом Ирокес Добрался До Рынков И Рынки Открыл Я думаю Он Их Строит Да Я сейчас Пойду Болот Но Сначала Дорогу Проведу Между Лондоном И Тингем И Потом Пойду Уже Так Тут Есть Дорога Блин Теперь Придется В Лондоне Все-таки Сначала Ну Я Дострою Арену И Надо А Подождите Еще Нет Еще Один Ход Как раз По Таймингу Арена Лайбрари И Нац Колледж Трему Наверное Все-таки Либо в Нейтингеме Либо в Йорке Будем Строить Так Дальше Голиасы Видимо Идем Голиасы Конюшня Нам тут Не нужна Случайно Нет Нет Конюшня Точно Не Нужна В Лондоне Безработица Жесть Ну Производства Мало Малопроизводственный Город Вот Тут Я Сейчас Построю Дорогу Вырублю Джунгли Надеюсь Что Это Добавится Клеточка Да В Йорке Трирему После Рынка Сделаем Так Следим За армией Я Второй По армии Ну Совершенно Себя Хорошо Чувствую Так А что Там У Иракеза За Религия Может Она Нам Нужна Мечети Пагоды Ну Нормальная Религия Правда Конечно Веры Маловато Будет Но В принципе Я Не Против У меня Будет Железо Давать Веру Ну Сидят Тунеядцы Лондоне Да Куда Я их Не хочу На еду Сейчас Мне Производство Надо Тунеядцы О, нормально Мне еще там кто-то, кстати Ё-моё Ирокес, конечно, трынет Но, такое ощущение, что он хочет в этот В победу туризмом через Ну, для этого ему, правда, набожность надо Ну, то есть, путь набожности И победу туризмом через пагоды и мечети Но Судя по По его экономике Это практически нереально Так, как Ормус хотел Протестантами Протестантами У него не появилось золото Минус То, что у него содержание меньше стало Потому что он город поставил Возможно, что-то продал Или юниты расформировал еще Кстати, может быть Ну, в принципе, этот город Ну, как бы Во-первых, ты не тратишь содержание на поселенца Который город поставил Во-вторых, сам город дает Золото Но он уже очень отстает Конечно Так Зулус вышел Судя по всему В гражданскую службу В гражданскую службу Уже двое вышли То есть И Вавилон тоже Ну, Зулус, понятное дело Ради своих импи Так Следующим ходом У нас Все города соединятся И Золотишко Начнет Накапливаться Надо уже вот эти джунгли Вырубать Тоже Ну, еще и ко мне Караваны пускать Сколько ему золото Это дает Ой, не золото Науке Три науки ему это дает Понимаю А, вот откуда у него золото Появилось-то содержание Он ко мне караван отправил Ой Да, еще рабочий Так, а вот Теперь вопрос Нужен ли он нам Ну, в любом случае Мы его можем захватить Чтобы потом расформировать Правильно? Просто это содержание В принципе Ну, да Чем больше рабочих Тем лучше Блин, вот этот скаут После того, как он вышел В импе Мне не нравится Он не ггшку пулит Я не ггшка Слышишь, Марк Руффало? Он ко мне пустил караван А я не ггшка Не надо Что за Что началось? О, плюс 18 Сразу у нас стала Красота Так, юниты не двигаются Подвинулись Да, чё-то немножко Подлагивает кто-то Защитный скаут Защитный скаут Не знаю Мне кажется Он проверяет Он смотрит Ну Опа Я стал четвертым По армии Блин, сто процентов Импи строятся Вот, блин Сто процентов Вопрос просто На кого пойдет Зулус Давно музыки не было Да Давайся, Алешка Ласки колдовской Алло, Алешка Спасибо за 500 рублей Напоминаю Если вдруг Сегодня наберем 150 За сегодня То прям Буду еще и Во вторник Стримить ЦУ Ну и Рокес Не по стакону Не был никогда Последним Он никогда Последним И не был Я уверен Что первый По армии Компуктер Скорее всего А значит Последний Египет Видимо Только вопрос На кого Армию Иракес Делает Ой, не Иракес Зулус Ну что это Вот это Такое То есть Иракес Зашел В Честь И построил Статую Зевса Ну Ну что Опять надо Метколуки Строить Блин Или в длиннолуки Вообще Идти Не, ну нам Надо в голи Я там Голиасы Буду Хреначить А почему вы думаете Что меня брать Хочет Мы же не знаем Кто там В соседии Как далеко Они Ну просто Ну как Вот Зулус Ой, то есть Иракес Иракес Может меня Брать Если у него Нету Науки Что он Куда он Мог там Быть То есть У него Остались Остались Его Эти Магавки Ну Или Метколуки Ракет Ракет Построил Зевса Чтоб я не построил Ага Или Задание ГГшки Да 62 науки Приятненько Так Шесть ходов До Голиасов Наверное Можно Парфенон Попробовать Он уже В плюс Вышел Так То Нет ГГшки Никто Не засоюзил Вообще Приятно Что Киты Восстанавливают А я их Граблю Ну Зулусу Реально Логично Иракес Уже Как бы Время Прошло У него Ну Это ж Могут Например Тиммеры Быть Вдвоем Играть Как вам Такое Надеюсь Сейчас Следующим Ходом Эта клетка Добавится Добавилось Это Так Стены Кто Построил Стену Ну Я бы На Египет Да Я думаю Что Египет Скорее Все Исячие Сады Петра У Зулуса Геликарнас У Вавилона Пирамиды И статуи Зевса У Иракеза Просто Прекрати Убивать Китов Да О У Зулуса Синай Между Прочим Ну Он явно Куда-то еще Поотправлял Караваны На деньги То есть Иракез Отправляет Караваны На деньги Ну Это Воля Хотя Я бы Конечно Попробовал Немножко Столицу Отъесть Хоть Как-то Насколько Законно ФФА Играть В команде Вообще Незаконно Смысл Ты садишься В ФФА Идея в том Что ты На свою Победу Играешь Зачем Вы садитесь В команде Играть В ФФА Понятно Что люди Объединяются В процессе Игры Там Типа В чем-то Помочь Но все равно Они держат В уме Свою Победу А когда Заранее Люди Садятся Вместе Я Ну То есть О Я стал А Потому что я чудо Нашел Так Отлично Союзника Мормуса Это В тему Очень Потому что За счет Этого Мы растем Таракотовую Так Только не Зулус Пожалуйста И не Ирокез Отлично Не Это Скорее всего Комп Кстати Построил Потому что Если бы Зулус Или Ирокез То Это Вообще Блин Было бы Прям 100% Что люди Нападать Собираются 8 ходов Но придется Покупать Видимо Следующим Ходом Эту клетку Самому Объединяться Конечно Можно В этом Идея Ты Все Делаешь На свою Победу Если Кто-то Вырывается Вперед По развитию Объединиться И напасть На него Милое Дело Само Собой Но Это Исходя Из того Когда В прошлом Стриме Когда Ирокез Все делал На победу Кельта Хотя Я Я не лидер Вообще Там не рядом То есть Мы Одинаково Мы с Кельтом Шли Одинаково И у нас Война Почему Ирокез Действует В пользу Кельта Хрен знает Это Это ему Не поможет Победить Это поможет Кельту Победить Меня Так А что Тут должно Три хода Может Подождать Нет У нас Куча клеток Необработанных Сколько у нас уже рабочих Раз Два Три Четыре Пять Шесть На три города Я просто думаю Надо ли мне еще У Праги Рабочих Захватывать Я планирую Прагу Захватывать А не Занзибар Хотя Я думаю И по поводу Занзибара Я тоже думаю Я не скажу Что я не Прагу Точно Просто Дело в том Что я потом Хочу Города Ирокеза Захватить Поэтому Занзибар Как бы Немножко Лишним Будет Третий По армии Первый 39 тысяч Ну Пока вроде Все Ух ты Смотрите Как производство У чувака Я понимаю Что он поставил Раз Еще несколько Городов Ну как так нормально Производство Да скакануло Ну у меня Такое ощущение Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да Восемь городов Такое ощущение Что он хочет Вот реально В эту туристическую Победу Через Ну для этого Набожность Надо брать Я не думаю Что у него Столько Много Веры А он Вместо этого Взял честь И построил Статуи Ну то есть Я думаю Есть такая Стратегия Когда ты Он видите Он взял И пагоды И мечети Победа Туризмом Через Вот эти Набожные Здания Есть В реформации В реформации Есть такая Такое Верование Которое Дает Туризм От Этих Зданий Наверное Все-таки На линейках Тут Только Три Три клетки Откуда Голиасы Могут Стрелять Если бы Прага Вырубила Лиса Но я Аж у нее Рабочих Захватываю Посмотрим Она еще Китов Обратно Не обработала О Польшу Встретил Торговать С Польшей Нечем Ну давайте А Польша Не открыла Прикол Польша Не открыла Письменность Вау Бухарест Немножко Эти денег Еще Заработаем Ну За Открытие Городов Государств Может он Бесконечным Расселением Ну во первых Тут невозможно Бесконечное Расселение Как таковое Ну в принципе Выход в Голиасы Меня Немножко Успокоит Так Плюс мы Караванчик Сделаем В Нотингем Видимо Не Ну нормально Нормально Кто-то там Второй Мне кажется Второй По армии Зулус Скорее Всего А Блин Слушайте А первый Это по армии Египет А не Польша Я думал Что это Комп Там Стругать Ну походу Египет Забирает Польшу Просто Давайте Глянем Какие Города У Польши У него Два Города Все Мне кажется Египет Забирает Польшу Так Рынок Вообще Нам бы Еще Вот эти Клетки Не Давайте Знаете Что Давайте Наверное Рыбацкую Лодку Здесь И тогда Я Выкуплю Когда Я построю Выкуплю Вот Эту Рыбу И тому Рыбацкую Я же В столице Все Рыбацкие Лодки Да Да Территория Польши У нас Еще Видите Тут Под Джунглями Оказывается Этот Грасланд Прикол В том Что Еще Под Вот Если Под Лесом Пишет Какой Тип Местности То Под Джунглями Не Пишет Потому Ты Еще Не Знаешь Вырубив А Вот Эта Территория Нам В плюс Потому Что Нам Производство Будет Давать Как Территория По По Русской Плэйнс Равнины Равнины В смысле Всегда Под Построили Построили Маяк Построили И Порфенон Так Пожалуй Тут Колизей Тут Караван Не Хочу Спеца В Рынок Сажать Пока Ярусалема Ярусалема Так Я вообще Всем Тут Пообещал Уже Защиту Раз Два Три Четыре Пять Половину Только Городов Государств Встретили Каждый Ход Проверяем Демографию Насчет Юнитов Зулус Уже Первый По Производству У меня Походу Золотой Век Судя По Всему Кстати У меня Скоро Будет Еще Первый Только Я Еще Ни Разу Золотой Век Не Запускал Антверпен Седьмая ГГшка Польша Реформацию Приняла Реформация Реформация Продолжение следует... 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 Не, ну я точно сначала Прагу беру, а потом линейками прусь вот это вот захватывать. Ну ему, конечно, надо было, может просто он не первый брал, но ему надо было два золота от городов брать, а не четыре от последователей. Он бы сейчас тридцать четыре золота имел, а он сейчас явно меньше имеет. Пошел золотой век. И даже сейчас не буду его убивать. Еда. Еда. How long do you want to keep this arms race up Babylon and Zulu? А, там... Ну, я не знаю, я тоже, видите, из-за них. Но я уже четвертый. Ага, первый ирокез. Ну-ну, ну-ну. Так, это вот сюда надо. Ну, я, понятно, после универов иду просто в астрономию и навигацию. Причем я навигацию, наверное, даже с Оксфорда возьму. Скорее всего. Хотя и мастерские хочется зайти. Три города нормально селить в пятой цели. Нормально. Нормально. Тебе как, с тремя городами нормально, а? С тремя городами нормально? Нормально! Блин, может уже Голиас строить? Пока National Epic начну... А, я даже не начну, построю. До универов. Мастерские. Да, я, наверное, открою мастерские все-таки. После универов открою мастерские. Потому что, ну, производства у меня мало. Просто мало производства. Так, тут у нас не холм. Бананы. Джунгли на бананах имеет смысл урубать только если они на холме. Ну и то подумать. Если у вас и так достаточно производства, то и на холме не надо. Иван Иванович, сегодня на канале вышло видео про Humankind. Под названием «Что не так с Humankind?». Пожалуйста. Спешите видеть, как говорится. Так, мне нужны открытые границы с поляком. А что там? Там что-то требуется для открытых границ. А, посольство. Хрена ты хочешь? Не. Иди в жопу. Я сейчас войну объявлю просто поляку и пройду через войну. Чувак, это Зулус пишет, что если бы Англия знала, что ты делаешь, он бы взял его специальный юнит и пошел на тебя. А, блин, я инженерное тело еще не открыл. Дебильно. Рабочим только ходы потерял. Еще рабочий. Блин, а там метка лук. Ну, надо все равно забирать рабочего. Тем более, что это зона контроля, чтобы он моего рабочего не забрал. Ну, да, чувак правильно пишет. Типа, атака через джунгли против Ирокеза. Ну, там у него макавки только. С другой стороны. Так, я же с Варшавой не торгую ничем. У них нету ничего прикольного. Так что, я думаю... А, да. Надо объявлять войну. И вот так проходить. Ну, вон, видите, Египет Краков забрал. А торговать с Египтом нечем. Скаутов вроде тут не видать никаких польских. Так, а что мне надо? Благовония, специи, красители. У Ирокеза есть, у Вавилона есть. Ну, давайте попробуем. Как-нибудь, например, вот так. Это не ради счастья, это ради того, чтобы города росли. Ну, отлично. Так, специи еще у кого-нибудь есть? Специи нету. И у ГГшек нету, да? Жаль. Он про Ирокеза пишет, что... Ты слишком сильно расселился. У тебя был минус по золоту 30 ходов. Если бы Англия это знала, то взяла бы свои уникальные юниты и напала бы на тебя. Особенно, потому что ты в сторону него поселился 4 раза. Ну, то есть, Ирокез, то есть, Зулус что-то меня уговаривает напасть на Ирокеза. Ирокеза пишет, что-то меня уговаривает напасть на Ирокеза. О, сам напал. Ну, просто, зачем меня уговаривать, если ты не будешь что-то сделать? Я, у меня есть определенный план, и я его придерживаюсь. О, пятерочка. 5 долларов за пятерочку, да? Спасибо, Виталий. Виталий Федорчук. Так, и кто еще? И Вавилон напал на Ирокеза. Нормально. А мы сидим, выжидаем, так сказать. Блин, вы на 8 клеток корабли бегают. Так, добавим 5 долларов. Напоминаю, если сегодня наберем 150, то буду еще и во вторник стримить тогда. Что там по файер-резистам, в смысле? У меня нету файер-резистов на моих кораблях. Будут гореть. Не, ну логично, Зулусу логично на импи на кого-то нападать. Ты просто такой юнит. Прям хочется, хочется напасть. Я просто хочу прям в тебя впилиться, пишет Зулус. И все остальные должны, если они не хотят, чтобы ты победил. Я, честно говоря, не вижу, как тут может Ирокез победить, я вам честно скажу. Даже если бы Зулус в него не всовывал пику. Так, а кто Нотар построил, интересно? Конечно же, Египет. Он ко мне, кстати, один караван только отправил. Блин, может эту клетку выкупить? А, она сама должна один ход. Ну вот, написано, да, через один ход. Эта клетка и эта. На какую клетку ставите? Эта выкупится или эта? Я понимаю, что он мне пишет, что, как бы, я должен вступить в Аванте. Но я-то... У меня есть план действий. Я, несомненно, нападу на Ирокеза. Только нубы ставят девять городов. Ну, не знаю. Я не согласен с Зулусом. Есть... Есть... Как его? Я просто не понимаю. Зулус, как бы, сам себе противоречит. То он пишет, что если я не нападу, то Ирокез победит. То он пишет, что только нубы ставят девять городов. Так, если только нубы ставят девять... Здравствуйте. Если только нубы ставят девять городов, значит, он не победит? Нет? Кстати, этого заговорщика можно захватить или помочь другой стороне конфликта из-за веселого... Ты о чем вообще? Ё-моё, Гроссман. Очень надеюсь, что получится хоть разок записать ФФА на Больших Островах. Спасибо большое за пять тысяч. Записать ФФА на Больших Островах в пятерке. Потому что в пятерке я очень сомневаюсь, что народ... Ну, будет заходить в лобби, где Большие Острова. Спасибо большое еще за пять тысяч. Это у нас уже девяносто пять набралось, что ли? Нет, так я же их... Я их буду сжигать. Мне главное столицу захватить. То есть я столицу захвачу, а эти сожгу. Он пишет, что... Такое большое количество городов убило твою науку. Я думаю, что ты... Уже проиграл. Но увидим. Прага в очередной раз мне восемь золота подогнала. Три. А почему три? Оно как-то отличается количество денег, когда грабишь. Было ж восемь. Прикол. Так, блин, а вот тут я зря не переключил на универ, кстати. То есть я так понимаю, что вот тут где-то Вавилон, который тоже нападает на... Все твои юниты походили в начале хода. Ты вот такой... Ты такого типа человек. Ну, блин... Я тоже буду всеми юнитами в начале. Вот чувак ожидает от случайного лобби... Вы договоритесь. Как вы договоритесь? Ну, обычно, когда знакомые люди играют, мы договариваемся, что в начале хода только одним юнитом ходишь. А потом, когда проходит вот это движение, тогда уже остальными начинаешь ходить. Ну, в случайном лобби, ну, серьезно, ты ожидаешь, что все так будут делать? Точно так же, как нельзя торговать... Он эту клетку присоединяет. Ну, что ты будешь делать? Ну, нормально вообще? То есть мне нужна эта клетка, он присоединяет эту. Ладно, выкуплю, наверное, потому что 10 ходов ждать долговато. У меня вроде деньги есть. Ну, чтобы Прага не купила. Мы еще когда эту Прагу захватим? Ну. Так, Зулус вообще противоречивые вещи пишет. Он пишет, что Зулус, что Ирокес выигрывает, а потом он пишет, что Ирокес нуб. К чему мне верить? Блин, я что, ферму он начал строить? Блин, это ошибка. Это я уже, знаете, чисто на автомате. Конечно, тут надо рудник строить. Спасибо за подсказку. Блин, еще ходы потерял. Дал бы Праге развиться. Я просто думал, что тут больше денег мне дадут за разграбление китов. Ну, и опять же, линеек нам много не надо. У нас буквально Прагу захватить, и вот эти города... Я думаю, даже нам штуки 4 хватит. Потому что линейки, ну, очень сильные. Это, блин, нереальная херня. Если вот с длиннолуками еще можно, да, как-то драться, сопротивляться. 5.40, Виталий Федорчук. Make пятерка great again. Make пятка great again. Make пятка great again. Спасибо. Сейчас добавляем еще. 22.40. Это у нас что там? Ровно 99.99. Красивая. Так вот, линейные корабли. Посмотрите, у них 35 атака издалека, 30 защита. А у обычного фрегата 28 атака, 25 защита. Ну, это просто какой-то этот бред. Зачем они настолько сильными сделали юнит? То есть, во времена линейки с Англией просто нереально. Ты хоть, не знаю, наверное, втроем, если только наваливаться как-то. Поэтому, если в игре есть Англия, то народ просто не ставит города на море. Потому что нафиг надо. Нафиг такое счастье надо. А, вон у меня еще производство. Ну, что-то не видать, чтобы тут у Зулуса как-то сильно получалось. Пока. Вообще правильно, что он с ним дерется. Типа, Зулус в некотором смысле, в моем представлении, лидер. Блин, 61 тысяча. Забыли среды. Мне кажется, даже с такой... Им надо было меньше силы им давать. Ну, то есть, не 35, а, например, 32 хотя бы. 32 и защита 27, например. А так ты ж вообще, блин, никак. То есть, тебе надо примерно... Да нет, просто в два раза больше, чем у англичанина морских юнитов. Чтобы защититься, я даже не уверен, что ты убьешь. Потому что линейкам достаточно двух выстрелов по твоему фрегату, и он умирает. Так обычно фрегаты 3-4 выстрела друг другу делают, чтобы убить. А раз 3-4 выстрела, то по линейкам сами фрегаты, наверное, 5 выстрелов должны сделать, чтобы их убить. Ну, вот так как. Ты построил флот из шести фрегатов и одну линейку только убил. После этого англичанин берет с шестью своими линейками и просто весь твой флот разносит. Нахрен. Зачем быть таким токсичным? Этот вопрос меня вообще всю жизнь мучает. Зачем люди такие токсичные? Так, блин, там какое-то копье вышло, которое сейчас не будет давать мне обработать клеточки. Так, мы тут все открыли, да? Можно возвращаться. А Египет, кстати, все еще в войне с Варшавой? С этой... Нет, замирился. Вавилон и Зулус воюют с Иракезом. Я воюю с Польшей, но чисто ради того, чтобы проплыть просто. Я думаю, сейчас мы... Проплыву обратно, заберюсь с поляком. Хотя, смысл, а зачем? У него нету никаких ресурсов, ничего нету. Да, на линейные корабли железо нужно. Ну, обычно все играют на стратегическом балансе, так что у тебя железо будет. Сейчас гляну. Не, а дальше в честь идет. Зато набожность Египет взял. Странно, зачем? Ну, конечно, у него уникальное здание, храм, да? То есть, открыть набожность можно. Соответственно, у тебя здание в два раза быстрее будет строиться. А вот дальше зачем он брал набожность? У него... То есть, он же не строит, не получает эти в религии. У него нету зданий религиозных. Нету. Ну, и зачем тогда ему набожность дальше? Золотой век закончился. Но за этот золотой век мы успели построить универы. Ну, в столице. В столице хотя бы. Так. Ну, дальше уже точно идем, наверное. Или заглянуть еще в метколу... В даль... На четыре хода? Мне кажется, если я почувствую, что на меня нападают, я как-то успею открыть. Ну, ладно, производство давайте. Вот же сучка пражская, не дает мне лес обработать. А, может, этого апнуть, помочь тут немножко. Килл рилл, докидаем. Ну, все. Придется во вторник стримить. Все, ребята, всем спасибо. 150 заработано. На этом стрим заканчиваем. Спасибо. На месте ирокеза я бы нападал на Англию, на метколуг. Так мы... Мы к этому и готовились. В общем-то. Я же к этому готовился и... Ой, куда я поплыл? И постоянно мониторил армию. И, собственно, сам строил. Мы же вышли в метколуг и пораньше. Не отвлекаясь никуда. Извините, я был к этому готов. Мы и думали, что... То есть, он же первый... Он первые два города, Осининку и Гранд... Я не помню. Осининку, по-моему, вторым, а Гранд-Ривер третьим поставил. То есть, мы все и думали, что он сейчас на нас нападать будет. А потом увидели, что он стены строит в Гранд-Ривере. Но я и вышел в метколуке чуть ли не в начале. И построил... Вот у меня стоят метколуки. Я же построил. Я постоянно следил, чтобы я был вторым по армии. При этом, иракетс не был первым по армии. Ты всегда должен быть готов. Потому что, если бы... Например... Даже если человек не думает на тебя нападать, да? Вот он город поставил. Но потом открывает демографию и видит, что ты последний по армии. Ну, это просто... Возникает непреодолимое желание напасть. Вот и все. Майкрофт. У нас шпион Майкрофт. Майкрофт Холмс, надеюсь. Так, ну обычно я за Англию одного в столицу сажаю. А другого кого-нибудь... Ну давайте... Блин, а мы никого не видим-то вменяемых, да? Давайте в Краков. Но я не думаю, что мы там сможем что-то нормально украсть. А кто вышел в Ренессанс? Египет, походу, да? Да, Египет. И куда? В печатный пресс. Ну и хорошо. Ну и пожалуйста. Так, а мы можем еще... Караванчик, в принципе, да? Еще, наверное, эту клетку сейчас выкуплю. Ну не сейчас. Пойду сейчас рабочим, потом уже выкуплю. Да это он просто от Гран-Ривера в Монреаль дорогу провел. Просто эту я вижу, а вот эти клетки я не вижу. То есть очевидно, что тут просто дорога. Можем вот так сделать. Видишь, дорога. Ну и тут мы не видим. Что-то так отображается странно. Тут есть дорога? Тут я думаю, что тут тоже есть дорога. Сделал. Выложил. Посмотрите, ждали как убийцу Цивы. Но как-то... Ну, конечно, подробнее там в самом видео я рассказываю. Что мне тут повторяться? О, Прага в наступлении идет. Ну, если он сюда сейчас встанет, то я как раз его и убью. Так, что предлагать? Что предлагать? Может, эту религию сделать мировой протестантизм? Ну, я сейчас, так говоря, даже как бы вот лично мне не приходит на ум, что лично мне важно. Кому лучника подарить? Иракезу? Зачем? Египет пока ничего не предложил. Ждем. Всемирная выставка. Ну, мы же... Мы же... Зачем нам предлагать то, что мы не сможем? Мы третий по производству, очень далеко. У нас, очевидно, производства мало. Зачем нам предлагать то, что нам... То, что, наоборот, даст бонусы другим? У тебя, наверное, протестантизм реально... А, все, уже не успеем. Египет свою предложил. Ну, вот нахрена ему. А давайте эмбарго Сити Стейтс. Я думаю, что это Иракезу поднасрет. Зулус считает, что мы дружочки с Иракезом. И, типа, я это написал Иракезу. Что предлагать на конгрессе? А не всем. Типа, я ошибся. С окном. Паранойя. Паранойя. Надо написать, что мы не дружочки с Иракезом, а любовники. Мы любовники с Иракезом. Специально пишу, чтобы посадили россиян, которые смотрят этот стрим. За пропаганду. 95. Отсюда. 95. Блин, что-то 95 жалко, честно я вам скажу. А, Египет решил решить польский вопрос. Блин, нет, давайте сначала еще караван все-таки. Потом уже Голиасы начнем фигачить. Я, наверное, все-таки не Оксфордом. Просто открою линейки. Царь и Прага не лезет. Ну так, кстати, с Польшей можно, наверное, уже мириться, да? О, я даже готов что-то заплатить. Не знаю, правда, нафига мне лошади и железо. Но, предположим, возьмем, чтобы никто больше с ним не торговал. Почему Иракез с девушкой? Я не понял. А, типа, что я написал, что мы любовники? Да, никто не понял. Нет, главная проблема Хьюман Кайнда, что она слабо реиграбельна, вот и все. То есть, если мы в пятую целую уже 10 лет, да, и каждый раз какая-то новая ситуация, что-то интересное, то Хьюман Кайнд очень похож. Вот просто партии в Хьюман Кайнд очень похожи. Вот это самое основное. Она просто, как там в комментариях написали, фильм на один раз. Ты этот фильм не хочешь пересматривать потом. А для глобальной стратегии это самое важное, имхо. Какао за 7. Ну, мне какао, походу... А чего у тебя еще есть? Не, мне это точно не надо. Гляжка. 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 Ой, блин, я же не поставил спецов здесь. Гляжка. Гляжка прокачиваем на юниты, просто потому что никто против меня морскими не будет выходить уже. Что Ормус хочет науку и фарфор? Фарфор. Фарфор у нас в Антверпене? В Антверпене. Антверпен хочет... Ага. Ну, я не буду тратить, извините, деньги. Мне деньги на ап во фрегаты нужны. Кстати, а поплыли этим рабочим в Антверпен... Ой, не рабочим, а этим торговцам в Антверпен. Во. Это хорошая идея. Мы сейчас как раз открываем океан... Да, я думаю, что мы засоюзим Антверпен. Он денег даст дофига. Сто процентово. Ну, что там у них? Ненавижу, когда в пятой циве не реагируют на сделки. Потому что тут дебильная система. Если ты кому-то отослал сделку, то ты не можешь никому больше отослать. Спасибо большое. Поэтому... То есть... Ну, тебе не нужна сделка, откажись от нее. Ну, вроде он не забирал никакие города еще. Или забрал какой-то маленький и он сжег его. Просто вот здесь, он на какой-то город вот здесь нападает, а мы его не видим. Ну, тут он вроде границы есть, вроде не захватил. Что вообще по армии? Ну, пока все... Пока все нормально для меня выглядит. То есть... Я, конечно, на треть отстаю по производству, но это логично. С моими городами, с моим развитием. То, что на меня никто не нападает, и я могу пока спокойно выходить, куда мне надо, это самое главное. Самое главное. А, я не открыл торговые посты. Но вот на этих джунглях, которые мы не собираемся вырубать, на них надо торговые посты ставить. Я просто в них еще не... Да, я, наверное, своим ходом открою. Я к этому моменту как раз где-то 4 голиаса и сделаю. Этого достаточно. Этого выше крыши. О! Офига себе, где чудо. Гибралтар. Так, во-первых, нам вот эту в каравеллу надо апнуть. Этот паренек у нас поплыл. Заплыв на длинную дистанцию у... Джона Стюарта Милла. Ты что-то знакомый, Джон Стюарт Милл. Не помню, честно говоря, что за экономист. Но знакомое. Так, а мне, в общем-то, обрабатывать уже нечего. Давайте, наверное, будем расформировать потихоньку рабочих. Так, у меня и из Лондона, и в Лондон. Вот мне Нотингем или Йорк, интересно. Но, видимо, Йорк... Он как-то отстает по еде. Значит, из Нотингема в Йорк. На деньги отправлять я не хочу. Мне, в принципе, хватает. Нет, я планирую только столицу забрать. А это я уничтожу эти города. Ну, во-первых, мы сначала Прагу забираем. А потом плывем по дороге. Там с Занзибара и Ханоя, наверное, дань возьмем. Я думаю, они должны дать линейкам. Приятного аппетита. Спасибо. О, блин, у меня еще и юниты на воде плавают тоже на две клетки дальше. Это вообще, конечно, огонь. Ну, я тут недалеко буду плавать. Мне этой каравеллой захватывать надо будет. Вот этот глюк пятой цивы, что рядом с Гибралтаром вот так почему-то отображаются горы. До сих пор есть. Наверное, этот тоже расформировываю. Эту клетку я вот этим рабочим буду обрабатывать. А, подождите, ее надо? Раз, два. Ее не надо даже обрабатывать. У нас не дотягиваются города до нее. Ну, теперь я уже никого не боюсь. Мне уже сейчас никто ничего сделать не может. После фрегатов мы откроем длиннолуки. В первую очередь для обработки. Вот это, Ironworks. Кстати, а в Йорке я сделал. А, нет. Ну, тут, например, глязь достроим уже. Красота. Продолжаем. Фу. Было бы очень жалко, чтобы такая партия, да? Так, в себя поверил, я смотрю. Прага поверила в себя. Блин. Так, смотрим, что у нас тут строится. Деньги не потрачены вроде. Продолжаем. Голиасы. Тут exploration. Ну, морскую инфраструктуру. Отлично. Фуф. Так, наверное, тоже этого рабочего расформировываем. Даже успел походить всеми. Так, вот тут надо пойти починить, видимо. Так, сука, у нас до фрегатов три хода. Блин, тут зажимают мою треремочку. Могу еще и не выплыть. Так, где там Антверпен? В этом мире первым кругосветку совершил Джон Стюарт Милл. Экономист из Англии решил не тратить деньги у себя, а найти путь на запад и там вложиться в Антверпен. Тут барражируем, потому что, еще раз напоминаю, я каравеллой собираюсь захватывать. На самом деле, мне даже не особо хочется на Иракеза нападать в том плане, пока они воюют с Зулусом. Ну, то есть, понятно, что нападение на Иракеза развязывают руки Зулусу, да? Так, еще Голиаз, как раз два хода. Ну, у меня пять линеек выше крыши. Так, сколько у меня рабочих? Раз, два, три, четыре. Наверное, четыре оставлю. Не буду больше выбирать рабочих. Так, сколько у меня есть. Еще два хода И доплывем До Антверпена Они там не помирились Случаем Нет Вавилон и Зулус Воюют с Иракезом Египет с Польшей И только я такой цветочек А не вру Я же с Прагой воюю Не получилось Нет у меня чувство Что Иракез может победить развитием Раз у меня нет такого чувства Зачем мне на него нападать И помогать Зулусу получается Так Напасть на Иракеза На его столицу я всегда смогу Он мне уже ничего не может сделать Никак не может мне помешать Но нападение на Иракеза Сейчас Получается в пользу Зулуса Будет Так ведь А так Прага и Занзибар По-моему Вообще зашибись города В Праге киты Дополнительно В Занзибаре Этот Серебро Оба морских То есть Морская инфраструктура На них будет работать Караваны я смогу Из них отправить Лондон До Трицарика Отъесть Например Сколько угодно Он может строить Уже войск Он Мои города Не может взять С линии Ну то есть Он может быть Артой Если только Но пока у него Война с Зулусом Он думаешь Будет на меня нападать Вот это идея Если они Замирятся Тогда я иду На Зулуса Да А как Акцисси Начнет строить Слот Он в войне Еще раз повторю Иракес В войне с Зулусом Если Иракес Воюя с Зулусом Еще и флот Будет строить Ну это Либо читы Какие-то Подъехали Тогда Даже не знаю Но это Нереально Он конечно Первый по производству Но не настолько Чтобы воевать На два фронта И еще И морские Юниты строить И наземные Это нереально Слушайте Давайте Немножко Подбодрим Зулуса А то Он реально Может думать Что мы тут Дружочки С Иракезом Блин У меня же сидит Шпион Шпион В Лондоне Какого хера У меня Тырят Техи Так Значит В итоге Сколько у нас Два Три Четыре Пять Да Как можно столицу Польши Отжать Она же не на воде Тут даже не вырублено Ничего Так Тридцать пять Блин Где мы Пятьсот Надо давать Потому что Двадцать пять Это он Следующим Не Да Следующим ходом Перестанет быть Ладно Даю Пятьсот Не знаю Зачем Египет Объявлял Войну Поляку И в итоге Ничего не захватил У него Можно было Наверное Подождать Мастерскую И на производство Отправить У меня так много Счастья Что мне надо Выращивать города А не Производство Делать Блин Зулус Сливнул Ну Это означает Что надо Будет Нападать На Ирокеза Ты взял Он написал Что ты взял Контроль Над всеми Цитаделями Ты меня Поимел Хорошо Хорошо Сыграно Не Не У меня Сейчас будет Счастье В первых Я их Буду захватывать И Марионетками Делать Блин Занзибар Засоюзил Может Занзибар Пока не Захватывать То есть Поплывем Прямо К этому Каракезу После Праги Может Мне Трех Хватит Я Просто Уже Не могу Сейчас Тут Не Доплывая Точнее Доплывая Но Не смогу Стрелять Давайте Наверное Так Этими Будем Брать Доплывая 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 Караван Караван Когда Он Появится Не Следующим Ходом Через Доплывая 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 Да Да А то А то Что Ему Столько Усилий Потребуется Чтобы Забрать Ракеза Что Он Проиграл ФФА В принципе Как бы Вот Он Обыграет Например Ракеза Все-таки Раз у него Арбалеты И меткари Да Но он В развитии Тогда Отстанет От меня От Египта От Вавилона В этом И В этом Идея Того Что Зулус Ливнул Но это Конечно Не дело Так поступать Все равно Ну да Следующим ходом Берем Дайте Даже Так Подставлю Каравеллу Пускай Он Ее Обстреливает Ну пока За Низибар Я не буду Брать Пока Мы Союзники Кстати Еще и Копьем Могу На него Да Тут А куда Он Рабочего Дел Сюда Что Ли Пошла Рабочим Прага Ну Точно Прикол Йерусалим Какао Хочет И Бухарест Пророка Пророка Я точно не буду Взять А вот Какао Я помню Не Египет Предлагал За Деньги Ну так А столь Не и ракет За Это Ничего Там Пирамида Конечно Только Приятно Но В принципе Это Говно Как бы Для Меня Нет Типа Зулус Понял Что Я заберу Столь Нью Ирокеза Ну и Что Ну и Немного 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 Так, на случай Если сейчас на меня пойдет Ирокез Ну, я хочу еще трирему в каравал Надо соточку еще подержать пока Киты сразу уже обработаны Зашибись Видите, у него караваны в Ханой бегают О, согласился Египет на мое предложение Отлично Так, а что у нас еще там в городах хотели? А, я так и не могу никого найти, у кого специи есть Зачем забирать именно караваны? В смысле, не зачем А чем ты еще можешь забирать? У меня больше просто нечем Так, конечно, не обязательно именно караваны Но ты же не можешь забрать фрегатом Зачем забирать фрегатом Еще за Англию Приятно флот перебрасывать Вот он очень быстро Добирается до Других берегов Антверпен уже навсегда Мой дружочек Субтитры сделал DimaTorzok Да, кстати, караваны надо будет разграбить до эмбарго возможного Потому что эмбарго это чисто против Иракеза Я не думаю, что Вавилон или Египет Отправляют караваны Ну, потому что это игра через волю Через волю тебе нужны деньги У тебя мало денег, в отличие от традиции Но не нужны высокие города Поэтому ты отправляешь караваны На деньги Иракезу Так как он в войне с Зулусом и Вавилоном Кроме как в ГГ Отправлять города некуда Ну, еще ко мне Но ко мне у него только один караван бегает И я ему тоже собираюсь войну объявлять То есть ему просто некуда У него деньги закончатся Спасибо Спасибо Ну, морской караван у него, судя по всему, только вот этот В Ханой бегает Или в три хода Наверное, в два Ну, то есть надо будет сначала караваны разграбить Интересно, что он здесь построил стены То есть он не знает, что я могу так вот его оплыть А Анандагу и Брэнфорд нет Но меня надо сначала именно столицу атаковать Поэтому я Немножко Пагоды, кстати Не, пагоды нельзя Мы сейчас вышли Она 200 стоит Да Мы же вышли уже в Ренессанс Там не 130 Ну, я, наверное, поставлю Действительно вот так Пускай пагоды покупаются Вот так вот Продолжение следует... Спасибо Спасибо за пожелание Приятного аппетита Ну да, следующим ходом Уже надо пытаться грабить ему караван Блин, на 9 ходов Летают Фрегаты На 9 клеток, в смысле На 9 клеток, ну это просто Я бы тут стоял, потому что тут где-то скал бегает А, вот он Че вздыхаешь? Прикольно, конечно, варвары Просто закрыты от всех льдинами Как они могли тут вообще появиться? Развелись из пингвинов? Ну вот как вот тут люди могли появиться Раз тут перекрыты льдинами И они из-за этого выйти не могут Непонятно Ураган принес? Я себе это представляю А как они тогда выжили? Там же, ну, это ж Типа снега Что они тут ели? Друг друга? Вон одно яблочко Только рыбу если ловили, да? Или этих тюленьей несчастных жрали Гильдию артистов тут, а потом Айронворкс В столице, я имею ввиду Айронворкс а если я объявлю войну или наверно это я не смогу разграбить да он просто сразу прекратит бегать ладно пора уже да блин а может даже двумя смогу захватить анандагу так в нотингем кстати на производство отправлю да пропал сразу ну так так и есть там когда объявляешь войну просто караван прекращает к тебе бегать такая шман реаль могу обстреливать правильно вот отсюда тут блин с длинно луками такая штука не они не как арта работают типа вот арта видит через две клетки и стреляет а у этих должно как-то быть чтоб типа не было мешающих факторов каких-то на на посмотрим следующим ходом по моему вот эти вот длинно луки не смогут по манреалю стрелять упор не помню честно говоря как она работает отойдем сразу потом постреляем но и почему почему он ходит раньше меня интересно хотя я уже не хост другой стороны надо дождаться всего флота мы следующим ходом по идее добираемся а чем он меня обстрелял ну вот видите я не могу в монреале этими и этим даже не могу ну хреново хотя вот здесь вроде нету холма то есть я думал как-то через это он через этот считает тогда просто отойдем ну джунгли да но них но и то есть я считал что тут он на холме стоит значит через джунгли может стрелять так как тома чупикчу построил поляк это нас устраивает устраивается ну то есть у нас скорее эти длинно луки сейчас для защиты чем для нападения на ирокеза туда еще так такой этот радиус обзора вообще капер я построил то есть я буду захватывать каравеллы но есть очень высокая вероятность что он обратно отобьет свою столицу соответствие каравеллу скорее всего потеряю ну надо конечно захватывать на последних секундах где-то так так у меня все добегают раз два три четыре пять шесть да все все четыре смогут добирать мне надо сейчас подставить вот этот фрегат пускай он его обстреливает потом отведу а этими четырьмя раз два 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 Да ладно! Операция Анандага прошла успешно я думаю Он аж замирился с Шакой Он сейчас всю армию наверно меня бросит Которую он воевал с Золусом Я так думаю Ну стольня это стольня как бы там ни было У него много говногородов но потеря столицы это потеря столицы Так ну я походу тут каравелу все таки не потеряю Но он кликает раньше меня понимаете С другой стороны у него тут сейчас обстреливать только тремя юнитами Посмотрим Видите я не зря Все юниты прокачивал на На борьбу именно с юнитами Просто практически ваншотаем их Он походу не берет этим ходом Поэтому просто могу ему Вот так поубивать всякое Я даже не уверен что он следующим может взять Честно говоря Ну это нормально вообще Это нормальный юнит вот у меня По вашему Это баланс? Думает сейчас ирокез А что у него есть какие-нибудь чудеса построены? Пирамиды Ну кстати пирамиды И статуя Зевса между прочим Пирамиды А что он Ну вот Я тебя люблю Тихо Оду Я тебя люблю да вот отсюда кстати и на том месте где и вот отсюда можно обстреливать да точно пошли на осенинку захват капером городов больше золото дает опять рассинхрон кстати где-то читал по поводу рассинхронов в циве что и это логично по моему что лучше всего когда хостом является тот у кого самый слабый компьютер по что рассинхроны это когда за хостом не успевают игроки получается а тему которую самый слабый компьютер за ним будут как раз успевать понимаете идею да то он кому написал ты просто ваншу шотую арбалет. Просто бред. Какие-то нереальные юниты. Да что, два шпиона у меня украли теху. Что за хрень? Не получается, да, Нандагу отбить? Что-то не получается. Так, кого мы хотим убить? Тут есть лагерь, значит вот этого надо убивать, потому что иначе он следующим ходом... Блин. Не хватило немножко. Сюда еще можно, кстати. О! У меня тут внезапно еще один кораблик оказался. Ну, может взять, конечно, Нандагу следующим ходом. Надо будет отвезти сейчас каравелку. Не каравелку, в смысле. Фрегатик. Ааа, не повезло кому-то. Кус, в один хит-поинт остался, что ли, просто? Обидненько. Пиу! Пиу! Ну все. Брать нечем. Пиу! Тут, конечно, стены подольше мы будем колупать. Но все равно возьмем. Так, продать уже нечего. Так. Таоизм прошел. Да вы прикалываетесь. Вавилон за таоизм проголосовал. Ну, вряд ли они все равно протестантизм могут как-то остановить. Тут нету, конечно, победы по религии. Ну, не знаю. Таоизм, наверное, стоит отменять. Ну, это все-таки им голоса дополнительные. Нафига нам? Не, рынок не продает. Здания на деньги, они не продаются. Потому что они содержания не требуют. Так, тут не построилось, а отменилось. Потому что мы там город сжигаем. Поэтому давайте, наверное, банк пока. Смотри. Все еще надеется. Но он все еще может, конечно. Хотя я не думаю, что коляска много нанесет урона. Все. Все убито. Да, не хватает еще для захвата. Ну, это единственное, что меня могло на море останавливать. Вот эти города. Они захвачены. Ой. Я перестал видеть Гранд Ривер. Странно. Почему стоя тут я вижу Гранд Ривер, а стоя тут нет? Ой. Будет стать спасибо всем. Он еще и вормус отправил шпиона. Это ирокез снижает мое влияние вормусе. Но ему это долго надо будет делать. Все в лобби прошли через... Не знаю, Trouble, как это лучше... Ну, это, конечно, проблема, но тут в данном случае не так надо переводить. Прошли через испытание того, чтобы атаковать самую... Господи, иносент, самую невиновную цивилизацию. Вы же понимаете, что я бы не атаковал, если бы Зулус не ливнул. Зулус там что-то просрал с цитаделями и все. Ну, все, я тут уже сделать ничего не могу. Цив-5 плей-инстайл ливнуть из игры. Раз что-то провалилось. Да, Ботт вбрасывает голоса на конгрессе, но там прошел... Прошло за счет голосования Вавилона. Хайдхаус-12, Гренари-10, Колизей-16. Колизей продадим. Плюс на Хануе еще. Покачаемся. Ну, Хану я не буду захватывать. Понятно. Он так и не смог отбить Анандагу. Тихо! Он так и не смог отбить Анандагу. Ни разу Минус 77, вау А ну потому что Еще причина, почему столицу захватывать Потому что у тебя Твои эти торговые пути Он же дороги провел К столице, а теперь у него столица Аквисасма И соответственно у него, например, вот эти Вот эти города, по идее, вообще не связаны Должны быть Со столицей, сколько он теряет бабла Без Без торговых путей Так что взятие столицы Это всегда, ну дворец теряешь Еще к тому же Дворец же только в этом городе Религия, да Кстати Не, подожди, а почему Шло много так религия А, оно только влияет, если у тебя Священный город То есть вот это дается, да Кстати, еще и священный город Анандага Напоминаю Сейчас опять рассинхрон Старый подписчик, что там сейчас? Почему стало так мало ФФА в шестерке? Кажется, что интерес к шестерке Спадает Связанный с тем, что разработчик так и не допилили Нет, это скорее Про мое время Во-первых У меня Куча Записанных Недоигранных ФФА Есть проблемы С Ну с соединениями, да И вот просто начинаются проблемы И сложно доиграть Вот, во-вторых Если ты в ФФА садишься играть Ну надо уже до конца Это вот тут у нас, например Случайное лобби Я не уверен, что оно там Больше чем 4 часа будет, например Поэтому я и делаю стрим по пятерке Случайное лобби Чтобы Я говорю, в смысле, быстро А в ФФА в шестерку Это часов 10 Блин, я прошлым ходом забыл продать здание, да? Он, наверное, думает, что он, подставляя юниты, защищает город Но меня, честно говоря, насрать на эти города Я чисто Этих лучников прокачиваю О, блин Нафига я сюда завожу Если у нас город следующим ходом Будет уничтожен Может, денег Зензибару дать? А тут я хочу деньги сохранить на апп в... В... В Гатлинге Там 150 каждый Капер умрет, почему? А, нет, его выкидывает в город другой Кстати, а... А, ну вот сюда, наверное, да, вот он Если город сжигается, то юнит, который там находится Просто... Ну, наземные остаются на месте Наземные Просто там, где город был А морские перебрасывают в ближайший другой город А, ну вот сюда Пошла атака на мои Ну, кстати, тут, наверное, стоит отступить Вот этими, чтобы он их не убил Я хочу до Гатлингов их сохранить Ну и тут можно еще Поднаделать Я хочу, чтобы он гуляет, чтобы он не убил так прагу я пожалуй аннексирую там есть мастерская значит что я смогу построить iron works опять рассинхрон что-то части частые рассинхроны до подозрительно ну потому что пересеченная местность там же джунгли все все в джунглях у у ирокеза страшно почему я на пересеченную местность беру прокачку там все у него в джунглях он же поэтому это оставляет потому что у него он может по джунглям как по дорогам на своей территории перемещаться ну будет сейчас туда где-то крепость бахать а 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 Так, слушайте, ну все, что я мог, я открыл, походу, кораблями. Нет, мои фермы сюда будут ставить, да? Ну, минус 81. Может, Кате, прожжемся ученым? Сколько он даст? 1019. Достаточно. Уголь есть. Уголь прямо сейчас есть. Гатлинги против магавков будет интересно. Блин, надо было сначала достроить эти лунгбовы, а потом прожигаться, да? Хорошо. 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 ındерк Иракез хочет сдаться Египту. Так, что мне с кораблями, надо куда-то плыть, у кого-нибудь дань просить, я думаю. Ну да, выглядит красиво. Значит, что просто ни с Antwerpen, ни с Zanzibar я не хочу дань просить, а все остальные далеко. Ставлю уже каравеллы на автомат, потому что я реально все, что я хотел, я исследовал. Приватер на всякий случай здесь отставлю, если он сейчас соберет армию, чтобы и эти три корабля тут оставлю, если он соберет армию, чтобы нападать, отбивать столицу. Соберет на всякий случай. Соберет на всякий случай. А, тут у меня дорога. Он мне, вот он почему здесь ставил, чтобы дорогу перекрыть. Ладно, мы тут построим. Что это за нашествие миссионеров? Торговать нечем. То есть все дороги еще мне поубирать как-то в Анандаге? Торговать нечем. Тварь Вот это ненавижу людей, которые так делают То есть, видите, он сюда встал Чтобы я не мог его из Лондона обстрелять И закончил ход сразу Ну не знаю, у Египта и падающая И пизанская башня, и фарфоровая У него так нормально С чудесами-то С чудесами-то Надо этот корабль прокачать У нас следующая прокачка, по идее, должно быть Плюс один к дальности Именно у этого Меня Зулус обращает, блин А что в синтаизме 15% к производству В принципе, тоже норм В принципе, тоже норм Музыка 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 Продолжение следует... Что-то шаг и все чудеса строит. Ну, хорошо, что не живые соперники, да? Что у меня в горле першит? Кто-то в самолетах, да. Вы тут вышли, тут в самолеты. Есть такие и в самолеты, и в машины, и в капитализм. Ну, видите, он тоже пишет, но на самом деле я же не получаю деньги от контора. Видите, было написано от религии что-то. На самом деле я не получаю деньги от священного города. Так, мне надо еще 9 хитпоинтов, 9 экспо как-то. Спасибо. 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 Чего, не понял? У тебя пирамиды, притащи рабы. Убери что? Не все гатлинги, не все, к сожалению. У меня вот этот, этот, короче, 400 должны стрелять. Вот этот, ага, еще вот этого должны апнуть. И он будет стрелять. Я немножко вышел раньше, чем достроил некоторые гатлинги. Так, давайте хостом поляка попробуем сделать. Ну, меня точно не сделают. Если у нас одинаково голосов с Египтом, мы проголосуем друг с другом. Ну, он за себя, за себя Египет останется хостом. Нормально. Так, еще два раза обстрелять, по идее. А, он по три даже дает. О, так все, следующим ходом. Плюс к расстоянию будет. Кайфули. Рабочему болоту, а что, он за один ход разве уберется? Не, ну так-то, конечно, имеет смысл болоту убрать, но... Он же долго будет убирать, несмотря на пирамиды. Так, давайте думать. Вот, вот у нас четыре гатлинга. По идее, мы можем сюда, сюда, сюда и сюда и осенинку обстреливать, да? Да. Значит, нам нужно еще где-то этого рыцаря построить для захвата. Но пока стоим. Конечно же. Хотя, можем даже вот так немножко продвигаться вот так. Ну. Немножко залагало. Да, из-за перков Англии. Потому что это апнутые... Вот, мне больше нравится, опять же, в шестерке, как сделано, что ты юнит... Свой уникальный юнит при апгрейде, он теряет свои способности. А тут, получается, у тебя... Вот этот плюс один к радиусу... Навсегда. Тоже такое. Так, надо следить, чтобы на море никто не поставил города еще. Проверять. О, тут еще игнорирование местности. Это вообще зашибись. Блин, он сюда пошел. Дурацкий комп. Нет, так я могу и без расстояния, например, до Мемфиса доставать. Вот сюда ставишь линейку и достаешь, да? Ну и с расстоянием. Но, мне кажется, сейчас нету смысла. Сейчас проще не линейками, а дождаться батлшипов. Там у всех расстояний просто так захватывать. Да, что-то демография прям... Прямо рвем. На 14 технологий Рокес отстает. Минус 51. Будет до последнего биться. Так. Значит, этот у нас стреляет и этот. Значит, сюда подходим и сюда. Следующим ходом уже вступаем в битву за Осининку. Значит, нам нужен рыцарь. Значит, нам нужен рыцарь. Министерство отстает. Минус 51. А. М typical пища отстает. Машetric much essent после зоны готов. Сейчас вам придется... Так, а сколько мы чудес нашли? Гибралтар, раз Синай, вот тут два И вроде все То есть еще где-то два чуда Что ГГшки хотят? Деньги, специи Чудо как раз найти Пророка Так, ну у нас тут очевидно свобода Он все понимает И здесь из осенинки убирает Юниты Ну да, думаю, надо это крепость убирать эту восстановим и даже не знаю мне осенинка и гранд ривер нужны наверное удалять надо а эльдорадо точно и его нашел точно точно мы начинали сушу где-то эльдорадо есть до его походу польша нашла три хода болото убирать тут у меня еще благодаря ирокезу храм зевса то есть я города забираю быстрее насколько там на 50 процентов больше урона не здесь смотреть она 15 но и тем не менее тоже это мощно зулус воткнул зулус аж мы не боимся что-то мне какую-то фигню пытался только что втюхать египет тихой сапой а подожди а че электричество открываем мы же не сможем мы нигде вообще не сможем построить дамбу ну алюминий конечно приятно открыть и бирже но я думаю может что-то ладно давать все равно электричество а 50 ну помечтать не вредно я решил что 50 блин или осенинку оставить я сам хотел тут город ставить просто как-то это и с анандагой будет сообщение такое наверно все-таки осенинку надо оставить до анандага слишком маленькая для гэс очки тут она конечно хорошая будет то само анандагу начала развить ну чё оставляем осенинку эти поссорим что тут вообще но вообще пагода амбар ну то есть пагода это уже счастью не до хрена я его что-то хочется оставить почему-то увидите армию маговков и умереть скаут скаут увидел то что ему не надо было видеть просто тут еще и дорогу заодно канон даги можно провести и тут у меня будут бегать юнит то есть мне прям сейчас могу тут по дороге сейчас забираем гранд ривер сжигаем и по дороге просто врываемся тут каракезу все уничтожаем умереть от кринжа да кстати хотя меня сначала монреаль забрать еще и 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 Зачем мне писать? Сейчас, чтобы Вавилон не сдавался. Пускай сдается. Че, ты думаешь, я боюсь этих магавков? Ну да. Похоже на мемасное. Блин, где я тут? Тут вот, да? Сюда зашел, и тут такие вокруг. О! Дратати. Что это у нас тут за английская девушка к нам забрела? Сейчас мы вам наш иракесский жезл продемонстрируем. Просинхрон, что ли, опять? Продолжение следует... ой что это а я сжигаю это город блин не ну и нету смысла мне оставлять ради академии честно говоря но тоже приколная но тут внезапно все-таки есть какая-то рыба неожиданно в этом городе что-то полностью был уверен что не до какой рыбы тут невозможно дотянуться прикол но я думаю все понимают почему я сейчас спецов сажаю потому что я взял на счастье от спецов ну и плюс еще они меньше еды потребляют тоже так строим дорогу получается чё не могу атаковать твои гатлинги у англии в 10 мех не 10 раз два три 4 5 6 7 7 шо он врет мой в руль какой маленькая ракетская в рулька ну да могу свой воткнуть но а зачем ну там ругаются вавилон с иракезом он говорит что-то меня атаковал и ракез говорит хочу я атакую атаковал атаковал а 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 и а Он говорит, ты нуб, потому что поставил 9 городов Так Нуб или победит Пошел Где-то тут Об цитадели Убился И ливнул Если бы Зулус не нападал на Ирокеза Я бы, наверное, тоже на Ирокеза Я бы, наверное, забрал Прагу и Занзибар Этими кораблями И сидел бы дальше, чилил Звучит музыка Подожди, а в Луну я посадил Спеца в школу Звучит музыка Звучит музыка О, я сделал хостом Поляка Отлично Так, ну попытаемся тауизм убрать Подожди, а что там другое Что-то я даже не прочитал А, культура чудес Ну, это Это мне не... Ну, пройдет У меня, как бы, есть чудеса Конечно, у Египта их больше Но, в принципе... Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Джунглями, конечно, убрал вот этой Цитаделью Неприятненькая Неприятненькая Я против... Блин, может быть, кстати Просто автоматом, типа, решив, что это предлагают принять тауизм Фак Сейчас посмотрим Будет очень смешно, если не пройдет, потому что я против проголосовал Блин Реально я, наверное, против проголосовал Не, сейчас с казной все нормально будет Это так, это намного юнитов Кстати Скоро там биржа Не, все-таки за Все-таки за И прошло Отменили мы тауизм Отлично Ну и здесь культура чудес тоже меня устраивает В принципе Угу И так добежим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не, ну я эту ачивку давно получил Это типа Что-то предложить на конгрессе и против этого проголосовать Да, ну это давным-давно уже Получено Хотя я, конечно, не фанат Вот ачивки всякие получать Какая там ачивка у Англии? Кто подскажет За Англию Что надо сделать? Я посмотрю Сделана она у меня или нет Что это тут за скаут? Куда-то бежит Бегить Как выключить музыку в игре? Ну, очевидно Options Audio Options Поэтому я их и подключал Ну, тут даже удалять нечего Еще я сининка с Анандагой все-таки соединили Так, ну что ты тут сюда Железо мне уничтожил Как же мы теряем И хватка железа в организмах англичан происходит Ну, вот, кстати, еще соль Сахар у нас, по-моему, есть, нет? Да, сахар вот тут есть А вот сольки у нас не было Харбор для Для Си-порта Для морского порта Без него он не строится Да, в Humankind музыка топ И визуально игра топ Визуально, вот, как выглядит Но Скучно К сожалению И алюминий у нас есть Как здорово Тут, наверное, все-таки одну дорогу убрать Так, ну я думаю Я думаю в нефть надо идти Плюс еще госпиталь Это Главное здание При игре через Свободу Ну, в течение всего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Странное решение о Таракезе не защищать свои города никак, а попробовать выпилить Вавилон. Вы видели? Я просто за два выстрела убираю все его магавки. У него выбор. Либо там, либо там. И я так понимаю, что против моих гатлингов он просто стоять не может. Ну просто никак. Продолжение следует... А вот тут место, где, я так понимаю, Зулус отступил. Блин, надо, наверное, на один ход прекратить сжигать гор, чтобы на него эта крепость... Сработало. Дорог он понаделал, конечно. Немерено. Продолжение следует... Не понимаю, я ошибся... Я не понимаю, что он хочет сказать... Решив построить стены или не построив... Ну у него в столице конкретно не было стены, да. Она очень быстро упала. Ну я не думаю, что... Ну серьезно, против линеек помогли бы стены. Я просто не знаю, но идти на море против... А, он все-таки же удалил. Значит, сжигаем город. А, он все-таки... Ну вот... А, он все-таки... Ладно. Хлядь. Вот эти все дороги Поубирать бы Я кучу денег на них теряю Тут их настроил Ну все что на моей территории Имею ввиду вот эти Так шанс на золотой век Большой Более того мы сейчас будем иметь Ну за счет того что мы Вот эту взяли Universal Suffrage Это Как его Ну все голосовать могут Я забыл как Равноправие что-то там Золотой век на 50% дольше длится Надо дождаться своего И потом музыкантов Попрожигать Так я хотел Анандагу Аннексировать Ну застроим уже Кузню Хотя тут всего одно железо Но он тут Нормально ее строит Пишет Обычно Линейки не страшны Если приготовишься Ну тут Проблема в том что тебе надо Либо к линейкам готовиться Либо к тому что у тебя сосед Будет нападать То есть Как бы он тогда От Зулуса защищался И он был бы готов И к тому И к тому Если бы он тут их как-то защищал Я бы просто стоял Гатлингами Не захватывая города Но убивая его юниты Что бы он мог сделать А раз я убиваю его юниты То есть ему приходится То есть у него тут Против Вавилона Ничего не было бы Да кстати Сколько у него городов осталось Вообще Два Вот это вот оставшиеся города Ираке Ну я бы Я бы в них не лез уже Типа Все Красиво Красиво стояет Зулус Если бы он не ливнул Каверс Ираке Каверс Каверс Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, а кто-нибудь еще кроме меня в идеологии вышел вообще? Что-нибудь принял? Нет? А я уже давно свободу принял, у меня уже три... Продолжение следует... Алюминия, кстати, мало, всего три... Я вот не знаю, стоит ли мне тратить на постройку ГЭС в Анандаге такой дорогой алюминий... Алюминия... 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 Пойдем за Египтом следить с другой стороны... Блин, 30 жителей уже в Лондоне, трындец... Вавилон 13... Фивы 18... Вам не кажется, что тут уже все понятно, нет? Алюминия... Алюминия... А где у меня еще один должен быть на... Ага, вот этот... Сейчас посмотрим, что у нас с нефтью будет... Если нефти завались, то точно очевидно... А я не знаю, а вот типа... Ну тут Зулус игру испортил... На самом деле... Он зачем-то на Иракеза полез... Нападал бы он на меня... Ну то есть... Тут Зулус очевидно не понимает игру... Имхо... Полез бы он на меня... Был бы шанс... И там еще мясом мог бы Иракез меня завалить... Хотя он уже нападал примерно... Мне там сколько... Немножко ходов оставалось до... Линеек... О, еще и марш уже есть... Прокачка... Я чисто... Я не собираюсь Баффало Крик брать... Я чисто стою... Качаю гатлинги... Давай убирай его... Кача... Продолжение следует... 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 Ну тут, кстати, с моря батлшипами Только Мемфис можно взять Так Раково только с двух клеток Будет достреливать Я знаю, что статую не построить Если не принять свободу Но он, типа, не принимает Ну просто этот путь Вот этот вот Это всегда к статую свободы Я не понимаю, зачем это открывать Если не идти к статую свободы Не знаю, в самолеты Ну в самолеты, хотя в самолеты Но он не принял еще и идеологию То есть тогда люди сначала радио открывают Открывают радио, чтобы идеологию принять А потом уже идут Ой, нефти Завались, короче Я ему даже юниты не убиваю Я чисто качаю гатлинги И уже генерала набил Ну генерала сохраним Там, не знаю, где-нибудь уран Присоединить, например Качаю генерал И флотоводцы еще Кто-то хотел флотоводца По-моему какая-то ггшка нет? Нет Как эти вот города он держит постоянно Так и у кого есть Специи Что-то Шака Не хочет торговать Специю поляка, но он не даст Так, а что у меня Города Хлопок, специи Драгоценности Так, может все-таки поляк как-то даст Не, это что-то до хрена Это что-то до хрена Ммм, а тут египтянин ученых прячет Какое золото он может в них вливать У него минус Какое он может золото Минус 49 Какое он золото в них вливает Что-то Пока нефть мне не сильно нужна Поэтому не обрабатываю Мне важнее, чтобы Анандага росла Кстати, я могу в нее Морские караваны отправить уже? Могу Кстати Давайте в Натингеме тогда Третий раз Египет объявляет войну Куплю караван Из Натингема В Анандагу Запустим Почему я спускаю, например, Ученых на воду Потому что на Суше На суше Их можно просто убить Ну, наступив на них Хотя вот этих тоже можно В общем-то спустить на воду А на море Ты их атакуешь И ты их получаешь урон Таким образом Они там защищены Если даже кто-то будет нападать А я не вижу, чтобы кто-то нападал То они их не убьют Даже с двух ударов А, Ханой, кстати Точно Я совсем про него забыл 134 Да, Ханой разграбит караван Так что в Прагу тогда может отправлять Блин, убили шпиона в Египте Компуктер Компуктер Ну, он мне никак не мешает Он ничего не забрал Это просто сам факт Не, 134 это ненадолго То есть на самом деле 14 Просто уменьшается Я могу сказать Насколько это А, тут не пишет Ну, короче Это где-то на 14 ходов 14-17 Где-то так В Гранд Ривер поставлю И так Блин, а мы не дотягиваемся до хлопка здесь, потому что в шестом радиусе Ладно, в Прагу отправлю тогда на производство Хотел, конечно, в Анандагу, но да, там Ханой Там Ханой Зачем он тут решил Гранд Ривер поставить? Почему ты сжигаешь? Пишет, почему ты сжигаешь абсолютно прекрасные города? Я ему отвечаю, что я отыгрываю Путина Так, а что у нас с чудесами реально? Ни Химедзи, ни Лувр я не хочу Ну, наверное, сохраним на эту, на статую свободы просто Так, а что я отыгрываю? Конечно, вырублю лес Быстрее клетка присоединится Но она может и к Занзибару присоединиться Поэтому, пожалуй, нет Байрактар Сразу в голове песня зазвучала, да? Ну, ну-ка, пускай ставит Мне вообще пофигу, ставит он города или нет Мне, как бы, иракет все уже Он не игрок, а чисто юниты прокачиваю на нем I'm gonna need Heimars They're gonna need Heimars Because I'm sitting here And using my religion Там в песне, правда, losing А я using Причем не my religion, а religion of Iroquois Ладно, пора уже дороги убрать Я кучу бабла просто из этих дорог Каждый ход теряю Я кучу бабла просто из этих дорог Я кучу бабла просто из этих дорог Тут можно просто лес вырубить Не надо ничего строить Четвертый радиус клетки далеко Ладно, можно, наверное, попрокачивать Обханой Что мы тут стоим Поставит он еще один город Мы гатлингами его скорее заберем Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты Ду-ду-ду Если станешь ты гитарой Я баррэ возьму на пятом ладу Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты Ду-ду-ду Выкупить клетку можно только осенинкой А осенинка у меня не аннексирована Я ее не аннексирую, чтобы не ушло счастье Чтобы я не... Ну, короче, я хочу получить сейчас золотой век своим путем То есть два с половиной хода нам осталось Три хода, короче, три хода Через три хода я получаю золотой век Запускаю еще вот эти вот И аннексирую осенинку И выкупаю клетку Все Understand Бесполезный факт Самоназвание ирокезов Хаденошоны То есть шашоны, но только хаденошоны Ага Ну че юзлис Египет вышел в модерн эру Наконец-то он примет Идеологию И вышел он В самолеты Не знаю, он самолетами на Вавилон Или будет этого забирать Или Польшу заберет Кстати, у нас Врослав наберет Вот если Египет будет Врослав забирать Это нам надо будет заняться этим Какие странные предложения Ну красители у меня Я против красителей проголосую Просто они у меня есть По-моему, в одном числе вот тут У Анандаги Но не то чтобы Меня волновало Красители Субтитры сделал DimaTorzok Так, уголь можно уже не защищать Что там Иракет сделает Вавилон Иррелевантным Ну не знаю Смотрите, у меня Второй и третий город Больше, чем столица Египта и Вавилона Мне кажется Они уже Не могут Ничего тут сделать Пошел Золотой век Этих еще Добавляем Золотой век 30 ходов Аннексируем Осенинку Выкупаем Нефть Этим 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 Похожа Добавляем Продолжение следует... 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 Этих надо в спецов сажать. Две еды нам нафиг надо обрабатывать. Он думает, что вот тут юниты непробиваемые. Хотя я просто специально не убиваю ему юниты, чтобы было на ком качаться. Он еще ведет опять поселенца. Когда вот прям, ну, надо шустро делать, тогда да, пользуюсь горячими клавишами. А так зрители просили не пользоваться... О, убил зулузского шпиона. Потому что они не понимают, что я делаю. Не понимают, что происходит на экране. Так уж. Слушайте, я, наверное, даже буду походу в это выходить. В лабы, а не в самолеты, потому что они мне не нужны. В лабы, а не в самолеты. Я еще только отправил к нему шпиона, поэтому я не знаю, что он там делает. Я думаю, что он самолеты делает для захвата... Для захвата Варшавы. Во. Ну, вообще, чтобы поляка захватить, в принципе. ... Продолжение следует... 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 ГЭС, ну можно удалить Да, можно удалить, кстати Все здания можно удалять Кроме Купленных за веру И тех, которые деньги дают То бишь Рынок, банк, биржу И что там еще Нельзя Удалить И нельзя Там пагоды, мечети, вот это Видите, он проатаковал капер 41 ход Золотой век, это уже до конца Ладно, еще постою Один ход не должен убивать По идее Золотой век Золотой век Золотой век В посты Ну, я думаю, еще У нас еще будет счастье 30 ходов и мы увидим Почему 30 ходов Ну, Вродслав Вроде пока Египет не берет Красный форт наш Так, у меня уже, по-моему Три Фрегата на плюс один То есть, вполне реально Хоть один город Египта Да забрать Так, у меня уже Продолжение следует... 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 Вообще непонятно Субтитры сделал DimaTorzok Опять расинхрон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слишком много юнитов было DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я... Как... Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Думаю, можно тут прожигать Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, короче, все мне сдались Я думаю, что это можно было намного раньше сделать Я считаю, что игру, скажем так, испортил Зулус Если бы он не на Иракеза нападал, а на меня Или вообще просто бы не нападал ни на кого Игра была бы поинтересней А тут получилось, что Зулус ворвался в Иракеза Все просрал, ливнул Пока не воевали, я успел выйти куда мне надо И, собственно, дальше уже было просто дело техники Уже невозможно было меня остановить Сейчас глянем, что там реально у... У Иракеза было 120-140 Давайте 130-й глянем Ну, Иракез не... Он... Иракез просто до конца сидит Ну... Имеет право Воюет Чё? Ему, на самом деле, Зулус тоже, собственно, изговнял игру Мы ж не знаем, что там Иракез хотел сделать В него зачем-то въехал Зулус Ну, и, соответственно, и ты, и ты ещё в него Ну, он просто везде магавки строил Чё? Не выглядит, как... Какие-то проблемы Я что-то его не напрягал Я тут сидел, ждал Пока у меня апнутся и вылечатся гатлинги Только потом пошёл города захватывать Он просто везде магавки строил Они у него не требуют железа Минус 78 просто Ну и в чём тут читы, по-твоему? Просто строил магавки Сколько? Производство Выглядит адекватным Не вон, два хода строятся Подожди, а как два хода? Не, это семь ходов они строятся Это пишет дебильно Семь ходов строятся Шесть ходов Шесть ходов Четыре Ну, тут производства много Но я ему этот город первый и забрал потом Три хода магавки Тут тоже хороший город Они просто дешёвые В производстве Здесь вообще два хода Не, подожди, а что тут два хода? Тут не два хода Тут три Тут какой-то остаток производства был просто Перелив Так что Вполне Он магавками тебя? Ну вот толпа Ну, кстати, у него городов сколько было Я постепенно То есть пока Пока я не забрал эти города Он фигачил магавки И натягивал Точно так же он мог со мной сделать Ну, извините Против гатлингов Я просто его А, тут ещё это не Слушайте, как минимум ещё ходов 10 Вот эти города не падали И он тут хреначил их Так за два выстрела Эти магавки тут убивались Поэтому бессмысленно абсолютно Было Ну, короче, тут Вот Зулус Всё испугали Не знаю, конечно Там, ну и поляк Ливнул на первом ходу Вопросики Но Зулус тут просто Зачем-то Устроил истерику Что ирокез побеждает Напал на него Причём у него, смотрите Проход Ну Так себе От Умгундулву Тут, конечно Широковато Но, в принципе Сиди, развивайся У него всё очень хорошо было У Зулуса Давайте, кстати, за него загрузимся Не помните, на каком ходу Он ливнул Ну, давайте предложим 90-й какой-нибудь Посмотрим Да, тут ещё Зулус Есть 107-й Ну, мы 90-й То есть Наверное, ещё даже Войны не было Просто посмотрите Его развитие И что он истерил По поводу Ирокеза Мне непонятно Как там Ирокез Мог победить Мне было бы Интереснее Посмотреть Что Ирокез Мог сделать Если б Зулус Не нападал Я бы тоже По-другому действовал Я бы Прагу Из Инзибар Захватил Возможно Всё-таки Морские города Морские города Ирокеза Надо было бы брать Честь Честь он не брал Патронаж Взял То есть Ты взял Патронаж Смотришь Что у человека Честь взята И ты на него Ну, импи Конечно Отличный юнит Я ничего не скажу Ну, территория Хорошо У тебя У него хотя бы Эти были Бараки Потому что импи Без бараков Это Тупо Ну, и канды Стоят Канды Стоят То есть Прокачки Да Да Зад Бизона Писи Бизона И Сиси Бизона Всё прокачано Но Чё-то Чё-то Не получилось У него Вообще Странно Конечно Чтобы Импи Со всеми Прокачками Не смочь Продавить Человека С магавками Такое Зря Странное Ну да Зулус Игру подставил Тоже думаю Что Зулус Вот реально Зулусу бы Лучше на меня Нападать Если вот так Вот уж Откровенно Говорить И есть Если вообще Не сидеть Развиваться Спокойно Я на его Истерики Не поддаюсь Он там Истерил Что мы С Иракезом Дружочки Пирожочки Я сижу Не нападаю На Иракеза С хрена Мне нападать На него Ну типа Зачем Ну как бы Импи Они же тоже Дальники Импи же Сначала стреляет А потом Атакуют В этом Прикол Импи Но он Типа Стрелять Не может Типа Ты про Это Да Видишь Before Engaging Эмили This unit Has An extra Attack Тут у него Они еще И прокачаны На несколько Плюс Одно Перемещение Фланковый Бонус На 25 Увеличим Плюс 10% Защита От дальнобойных Атак Еще Вот Это Баффало Чест Плюс 10% Когда На открытой Территории Как раз Вот Баффало Я вообще Не понимаю Как он Слил Здесь Я не понимаю Как можно Импи Слить Вот Армии Иракеза На что Рассчитывал Ну да Я сидел Ждал Ну я Конечно Боялся Иракеза Я построил Армию Вначале Мы Вначале Вообще В метколуки Вышли Потому что Хрен знает Иракез Так Города Поставил Но это Вот К тому Что Не надо Вот Та ситуация Когда он Хоть мне в лицо Города Поставил Но они Мне Как бы Не мешают То есть Все Их Вся Их Ну Проблема Что он Может С них Начать На меня Нападать И я Кати Удивлен Что он Реально Магавками На меня Не начал Нападать Мне кажется Если бы Вот тогда Иракез Поставил Города Реально Вот Начал Делать Магавки Как Вот Он Тут Делал С Вавилоном Например Я Вряд Либо Отбился Такое Ощущение Но Он Мне Дал Дал Развиться Ну У него Еще Видите Такая Ситуация Что у него Вокруг Него Вавилон И Зулус И я Я Как бы Изображаю Что я Хлебушек Ничего Не делаю А Зулус Там Истерит Да И в итоге Оказалось Что Ну то есть ФФА Это Вот в некотором смысле Еще и Проверка На нервы Кто Кого То есть По хорошему Здесь бы Ирокезу На меня Нападать Захватывать Мои города Вообще То есть Никто не мешает Да И вот Ты убираешь Одного соперника А потом Уже Разбираться Дальше С остальными Но так как Зулус Тут Истерику Устроил И напал На него Зачем Я не понимаю Зачем Вот реально Я так и не понял Почему Зулус Так Считал Что Ирокез Уже Побеждает Просто Мне непонятно Реально И такой Все Блин Надо нападать Напал Просрал Здесь и сразу Ливнул Просто Я не понимаю Ну и пришлось Ирокезу С ним А пока Он с ним Воевал Уже Я Ну На такой Стадии Где меня Не остановить Все Все Уже Ничего Не сделаешь А все Еще побоялись Сказать Вот Эльдорадо Где было И все Еще побоялись Ставить города На море Собственно Кроме Ирокеза Там Хотя бы Можно было Какую-нибудь Каравелку Сделать Приплыть Мне какие-нибудь Караваны Пограбить Хоть как-то Меня тормозить А так Я захватил Города Ирокеза И все И мне вообще Ничего не угрожало Уже больше Что ты У тебя нету Городов Ну Я не знаю Вот у тебя типа Акад на море Но это не на том Море Где я То есть Ты не можешь Ко мне Выплыть Количество городов Что типа Вон тут Так Ситик Смотри Ты можешь Прагу Взять Которую я Ну ладно Прагу Хрен с ним Ормус Ормус Например Может взять Зулус Себе Он может еще Города поставить Вот это внутреннее море Где Куда я не могу Добраться Вот сюда Например Тут и красители Есть В принципе Есть Варианты Да Там Закрытое море Ну вот Я тебя Загрузил Зулуса Вот твой Акад Стоит Вот У тебя Море Закрытое Я Все Города Которые Стояли На море Захватил И уничтожил Так что Тут Никак Если Если Б Я тебя Нашел Я бы тебя Убил Уже Твой Акад Если бы ты Стоял В мою Сторону Ну я думаю Все на этом Спасибо что Смотрели Благодаря донатам Следующий стрим Послезавтра Во вторник Приходите Попробуем Что-то еще Пока Партии интересные Получается Несмотря на что Сегодня 6 часов Стрима Все Играйте в умные игры Слава Украине Живе Беларусь Всем пока Слава Украине